Добрый день! Мы сегодня, я считаю, что цель нашей встречи разъяснить некоторые вопросы, поскольку собрались все, как говорится, по интересам. И моя цель рассказать о христианстве, о том, что это на сегодняшний день наиболее сильная идея или сверхидея, которая помогает человеку выбраться из трясины той жизни нашей общественной, в которую разогнала судьба наша. Но напоминаю, что судьба происходит от слова «суд», корень. Следовательно, судьба, вот именно в русском языке, как раз подразумевает, что жизнь нас судит. Каково наше поведение, соответственно, и последствия этого поведения во фразе «что посею, то и пожнешь». Но если есть такая фраза, ведь и в Библии, и на слуху есть и другие фразы «прощайте, и прощи не будете». Ведь если закон действует «что посею, то и пожнешь» с торицей, то тем же Богом сказано «прощайте, и прощи не будете». Кому вы будете прощать, того и Господь простит. Вот все. То есть, как закон, как и наказывает, но и объясняет, каким образом списать свои грехи. И ни один человек такой ранг не занимал в любой иерархии. Никогда ни одной пылинки с человека не снял волей кого-то и так далее. Потому что нигде, никогда, никому не разрешалось и не поручалось это. Нет нигде такого. Это все придумано, чтобы заполнить пустоту. А на самом деле, сама жизнь говорит о том, что этого нет. Любой человек, который получает отпущение грехов, разом, где-то, неважно в каком храме и от какого человека, встает с колен после прощения и идет, и живет в том же болоте, в котором я жил. Ни здоровье у него не меняется, ни судьба у него не меняется. Ни у одного человека, ни у каких-то стран ничего не меняется. И вы видите, что все идет в одну сторону, в плохую. И особенно, кто пожил на земле уже довольно долго, я живу в 68-й год, и рассмотрелся на разных правителей, на разные формы, и по многим странам ездил. Я могу сказать, что если говорить о христианстве, то нигде и конь не валялся. Единственное, что могу сказать, что в России наиболее здоровый процесс идет, но ведь надо разобраться тогда, в чем состоит суть христианства. И опять же, могу сказать, если человек хочет стать христианином, он должен исходить из текстов первоисточника. Так меня в ВУЗе учили, и я думаю, что его логика в этом железная. Если христианин, будет добр понять Христа из первых рук. Поэтому давайте попробуем такие опорные фразы найти. У Иоанна, вы сами, если захотите, почитайте, в 14-й и 16-й главе, я уж не буду стихи, кому интересно, сами найдете. Просто я говорю, у Иоанна в 14-й и 16-й главе есть именно то, что объясняет, что такое христианство, тексты, его прямая речь. И в 23-й главе Матфея есть начало, что такое христианство. Каким образом это звучит? Матфея задает вопрос, полисей там или книжник, задает вопрос Иисусу Христу. Какова твоя наивысшая заповедь? 23-й глава, 23-й стих, нет, 23-й глава, отвечает, 36-й стих. Отвечает Иисус Христос. Возлюби Бога своего всем сердцем, разумением и душой своей. Это моя наивысшая и наипервейшая заповедь. То есть без этой заповеди христианина нет. Нет, возлюби Бога своего всем существом, потому что у нас есть мозг, у нас есть душа, у нас есть чувство. То есть мышление, у нас есть чувство и у нас есть ощущение. Это ощущение, это дыхание духа. И далеко не все, очень далеко не все понимают, что такое ощущение. К ощущениям относится, в том числе и в слова вера, надежда, любовь. Потому что если любовь духовна, она прекрасно проявляется в земле. Это не влечение и не секс, как некоторые понимают, уже принизили это слово. Вера тоже самая должна быть духовна, а не рассудочна. Когда человек заявляет, что он верит, это только утверждение головы. А на самом деле душа-то не работает. Поэтому это надо понимать. Но получается иногда, беседуешь с людьми, у меня много было встреч, и видишь, как человек тебе не понимает, о чем я говорю. Об ощущении. Я говорю, не знаю, но чувства, да, есть чувства, это не ощущение. Чувство – это земное. А ощущение – это духовное, это небесное наше проявление. Не понимая. И тогда я когда-то придумал такую притчу. Потому что я помню, что в Библии притч много. Я думаю, чтобы объяснить на простом русском языке, что происходит, надо что-то придумать. Я говорю, представьте, что мы цивилизация кротов. А кроты изначально слепые. У них нет там зрения. И вот эти кроты жили-жили довольно долго. И вроде неплохо. Но вот у некоторых кротов вдруг прорезались глазки случайно, или каких-то усилий над собой. И они вдруг увидели прекрасное голубое небо, колыши царестра, море или там река. Ну, это красота природы. И они увидели и начали вещать. Вы знаете, что мы видим? Мы такую красоту видим. Там голубое небо, там зеленая трава, там так хорошо. А ему эти слепые говорят. Ты что, психушку захотел? Ты что это такое там видишь? Потому что мгновенно идет обида. Мы-то ничего не видим. А если кто-то видит, либо он лжец, либо он чего-то добился внутри, так его надо уничтожить. А то вот они, как инопланетяне, сейчас тут захватят, у нас фильмы такие даже есть. И начинается преследование этих людей. Единственное, что, к сожалению, у людей, которые начинают что-то видеть, тут есть две разницы. Есть, скажем, эзотерические всевозможные опусы, а есть настоящее христианство. Разница между медитацией и разница между откровением и медитацией колоссальна. Вот я потом немножко порисую это попозже. Медитация – это, я могу сказать, отмычка от небес. И никогда человек дальше первого слоя, так называемого, астрального мира, проще говоря, чувственной мира, это область наших чувств, дальше человек прийти не может. Потому что его никто туда не выпустит с его грязной судьбой. Потому что он не отмылся, а в чистый мир тебя никто не выпустит. Там контроль очень серьезный. Отсюда медитация – это как раз отмычка. Что бы человек о себе не говорил, что бы он там ни делал, какие он мантры или что-то, есть очень много методик. Не выйдешь. Почему? Потому что Иисус сказал, только через Меня вы попадете к Отцу Небесному. И я Ему верю, потому что это сказало самое сильное существо, которое когда-то было на земле – Бог. Он сказал, что только через Меня. И возвращаясь опять же к понятию христианства, «А что такое Иисус Христос?» А Он – Церковь. Многие понимают по Церкви непонятно что. Ну что люди понимают по слову «Церковь»? В богословских трактатах написано, «Церковь есть тело Христа». Мы причащаемся, когда символические частицы тела, запиваем когором, и мы причастны. Причастие – что такое причастие? Самостоятельно такого слова нет. К чему ты причастен, человек? И можно сказать – к Христу. А что вот от того, что ты откусил и запил, ты причастен к Христу? Это такая чистота и высота, и ты уже причастен? Ничего подобного. Иисус сказал, в отличие от богословских трактат, которые замкнули на этом понятие тело Христа, а что сказал Иисус по поводу своего тела? Он сказал, что Я – воплощенное Слово. Я – Слово воплоти. Ешьте это Слово, пейте это Слово, делайте внутренним образом жизни, чтобы вы были таковы, как требует от вас Слово, и был вырожденный Слово. Это и есть хлеб насущный, живый, сшедший с небес. И едущий хлеб сей будет жить вовек. Это Иоанн, начало Иоанна. И вот получается, что христианство, со слов Христа и церковь, надо понимать, что это такое. Меня увлекали многие, что я борюсь с церковью. Я говорю, не боюсь церковью, я защищаю церковь от лжи. И всегда буду это делать, чтобы мне это не обернулось. Поэтому христианство, от Христа, если его брать, он говорит, возлюби Бога своего всем сердцем, всей душой и всем разумением своим. То есть все должно, и чувства, и мозги наши, и дух, все должно быть пропитаться любовью к Богу. А что такое любовь к Богу? Я долго искал, потому что я говорю, я не верю никому, хуже Христа. А уж если я решил быть христианином, я буду брать только отцу. И когда человек ищет, он всегда бречет. Я нашел только у Матфея начало, а у Иоанна был конец этой формулы. Что говорит Иоанн? Вернее, Иисус говорит, Иоанн записал. Иисус говорит, Иоанн, если любите Меня, Бог, выполните Мои заповеди. Что еще непонятно? Вот что такое любовь к Богу. Это 14 глава, там, думаю, 15 стих, или 14 стих потом идет, 21, 23 стих и 24, примерно то же самое. И в следующей главе 15, 10 стих, пять раз доминирующая фраза. Если любите Меня, выполните Мои заповеди. Кто слов Мои не выполняет, Меня не любит. Если будете слова Мои выполнять, Я, Отец, придем, обитель в вас сотворим. То есть защиту от тьмы. Но вы выполняете. Они попугаи, которые только цитаты, ты-ты-ты-ты-ты-ты, крутят день и ночь, и цитаты с умным видом это выплескивают на толпу. Толпа умиряется. И все мы погружаемся в этот кризис. И что? Так и будем погружаться. И можно сказать так, люди, встаньте с колен. Возьмите и разберитесь в суть религии. Она лежит перед нами. Она перед носом у всех лежит. Но для этого всего лишь надо, что желание искать и найти. Вот ищите, обрящите. Не входите вратами широкие, ибо они ведут в погибель. Вот и широкие миллионы, и миллиарды идут туда. А входите вратами узкими, и далеко не все их найдут. Это тоже Христос говорил своим ученикам. И тогда тоже время было сложное. Сейчас оно еще сложнее. Далее. Он сказал у того же Иоанна в 16 главе. Я от вас ухожу, и миру более не явлюсь. Обратите внимание. Миру более не явлюсь. И ждут второго пришествия Христа. Читая эти тексты, профессионалы ждут второго пришествия Христа. И это Иисус сказал, а не кто-нибудь другой. Я ухожу, и миру более не явлюсь. Но умолю Отца дать вам другого утешителя, Духа истины, который придет и наставит вас на всякую истину, расскажет правду обо мне, о грехе и о суде, о правде, что миру я более не явлюсь. Еще раз рефрем идет. Он говорит о грехе, что вы не веруете в меня, о правде, что князь мира сего рассужден. Это он сказал. Еще потом дальше тексты похуже есть, но это вполне достаточно, чтобы понимать, что кто-то другой придет. Поэтому Абдушин прекрасно объясняет, что говорит, из-за того, что время пребывания Иисуса Христа с учениками было довольно коротким. И очень много было событий, таких грозных, в конце концов, привели к гибели Христа. А Евангелие написано спустя довольно долгое время после смерти Христа. Поэтому, что вот они уловили, то они и написали. И потом Сын Чаорийский и Сын Божий понятия были смешаны. Это один и тот же Бог, только по-разному проявляется. Иисус был в любовь. А Иммануил, или Сын Чаорийский, это в воле. Иисус последний раз приходил, последний раз приходила любовь на землю, чтобы попытаться еще миром с людьми договориться о том, что люди изменили, что человечество стало на путь закона. Но после того, как убили Христа, Бог стал понимать, что бесполезно с этими людьми вести теолог. Значит, что приходится применять санкции. Окей. А подготовить другое лицо, но в данном случае это уже не терапевт, я говорю всегда, образно. А это хирург приходит. Поскольку опухоль не лечится, значит, ее надо удалять. Это и есть страшный суд. И в 24 главе Матфея вы найдете тоже, что он говорит, придет такой ужас на землю, которого никогда от сотворения мира на земле не было. Раньше были определенные события, и такого не было. И никогда после этого больше не будет. Единственный раз такое будет. Почему? В свое время, когда я начинал первый год над собой работать, естественно, что я должен был определиться, что во мне греховно. Раз. Во-вторых, а сколько же за мной тащится грехов, если думаю, что поселил, то есть и пожал. Сколько же мне придется пожинать-то? И есть ли смысл вообще работать? У меня шансов нет. Вот. Посчитал, что в принципе я человек не злой, я не завистливый, я не жадный, хоть этого у меня нет. У меня и обиды были, и ревность, и страх, и уныние, и тщеславие. Много того, что составляет нормального человека и многих. И когда я посчитал, думаю, дай возьму почти одни сутки. И в течение суток там 30-40 раз я проявил эмоции. Кто за рулем мне не нравится, кто-то там меня подсек, кто еще где-то, кто человек, который хамит или вот он стоит, распевает и мешает всем жить где-нибудь на остановке. И все это если я регистрирую, мне не нравится. Я единственное, что стал понимать, одно дело, то, что мне не нравится, в этом греха нет. Я не, скажем так, должен отделить мух от котлет. То, что мне не нравится, плохое, грубое, жестокое, лживое, это нормально, душа дает определение. Мне нравится. А вот обвинять, судить, да что ты там, то-то-то-то, это уже суд. Поэтому надо уметь это разделить и не делать второго. Потому что Бог сказал, аз вас дам, оставьте суд мне. А вы вытаскивайте свое бревно из глаза, то есть судите прежде всего себя. И если вы его вытащите, вы поймете все. Потому что это бревно как раз и мешает взглянуть на этот мир нормальными, трезвыми глазами. Поэтому, еще раз говорю, христианство, оно очень простое. Почему я столкнулся с этими трудностями, да, я не рассказал, что умножив свои 30-40 ошибок, я напоминаю, что только внутренний мир, это мои чувства и мысли, даже и мысли, по-моему, я в одни чувства взял. И умножил это 365 дней в году, потом умножил на сознательную жизнь, я сказал, мне вот сейчас 46 лет, когда я начал, минус 15 лет, пусть я ребенок, то есть до полового созревания, скажем, можно там, особых проблем нет, то есть карма не сильно достает. Но вот эти вот остатки, лет 31 год, умножил на это, и получилось, как говорил, Райкин, сумасшедшая цифра. Сотни тысяч за мной тащатся, и я должен это все искупать, я сильно приумел, надо сказать. Думаю, все, что же такое, что же делать-то? А вот потом, вспомнив народные пословицы, глаза боятся, а руки тела, и многое другое. Думаю, народ знал, когда формировал эти пословицы, думаю, приступаем. А для того, чтобы приступить, нужна была вера. И я тогда для себя определял, что такое вера для меня. Думаю, если я верю в Бога, ведь это предположение веры, есть Бог. Но если Он есть, что для меня Бог? Ну, думаю, значит, законность, если я в Него верю, я должен уважать понятие Бог и уважать понятие Закона. А чем я противостою Закону? Разобрался. Вот тогда я сказал, да, у меня обидчивости есть, это, 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 все это у меня есть, следует, надо бороться. Ну, давай бороться. А как? Как начинать? Я пошел в храм, начинаю беседовать со священником, с одним, потом другой храм пошел, кто-то меня сразу отмел. А второй был более человечь, он сказал, что ты хочешь от меня? Молодой имя же такое, священник лет 30. И когда я говорю, я хотел бы покаяться, я покаялся, покаяние он принял у меня, он мне посмотрел, я был очень хорошо одет, после заграничных 5 лет работы, вот, и он говорит, мне там вот такие люди, как вообще, может, даже не приходили ко мне. Вот удивительно, что такой человек ко мне пришел и покаялся. Мне было легче, потому что вот это покаяние, оно, как бы, снимает определенный груз, начинается, христианин, покаяние, что такое покаяние? Я не хочу больше так делать, как я делал, я не хочу больше грешить. Да, это путь долгий, и очень длинный, и непростой, тяжелый, но с покаяния сюда начинается. Ведь и преступник тоже любой кается. Что это грех? Это же преступление. Покаялся, и потом говорю, мне вот хотелось бы вот это, это победить. И он посмотрел на меня, говорит, вы почитаете вот такие-таки книги. Я их купил, пошел, почитал, буквально через несколько дней прихожу в этот же храм, а этого парня не было, другой священник. Я к нему, кто это тебе? Я говорю, вот ваш такой отец такой-то. Он говорит, ну и что? Почитал я его, почитал, и что? Я говорю, я вижу, что были такие интересные люди, как их называют, святые, они вот такие хорошие, они могли это, они людям давали советы, они вот постились, они вот это, это, это. Я говорю, иди отсюда, что я там не нашел методики, каким образом стать такими людьми. А вот на этой голодовке, то есть посты, там посты, воздержание, посты, воздержание. Я говорю, а как же я буду уходить в посты и воздержание, или там вообще от людей уйду, если мне надо кормить семью, и много что другое делать, я активный человек общества. Ну, ты сам выбирай. Я говорю, нет, ну вот, я пришел с работы хотел, что мне, с чего начинать. Он говорит, а что ты вообще хочешь? Я говорю, я хочу заповеди выполнять. Ты что, святым хочешь стать? Я говорю, ну, я вопрос не так ставлю, я просто хочу становиться лучше, с каждым год, все лучше и лучше, ближе к закону. Он говорит, апостолы даже не соблюдали, то есть, это гордыня в тебе великая, если ты думаешь, что ты одолеешь такую цель. Такой разговор был. Я сказал, удивительно, для христианского священника, я говорю, может быть, другие имеют другое мнение, но удивительно, когда христианский священник говорит, что я не могу, никогда, у меня нет просто шанса выполнить заповеди. Я говорю, я не ставлю себе задание, я понимаю, что за свою жизнь, я может и не справлюсь, потому что я не так уж и много осталось, думаю, себе, может, 20 лет начало, на склоне, начал все это дело. Это как-то неприятный разговор, я потом встречался с другими священниками, которые намного более лояльны были, но тогда это меня потрясло, вот этот контакт. И начав работу, в конечном итоге, я отнесся к этому очень серьезно, потому что через полгода примерно, мы вот этой работой, я заметил, что у меня меняется здоровье к лучшему, это были факты, а я верил в это факты. Еще прошло какое-то время, там год-полтора, у меня судьба начала, со скрипом разворачиваться в сторону, ну, удачи, как корабль повернулся, по какому-то компасу. И вот, я тогда сказал себе, ну, я почти уже, вот, верил мне, у меня уже вот такое зрело, такая радость, могу сказать, что очень многие были факты, я их стал видеть. В жизни очень много дает нам, ну, как, как свету, показывает нам, но мы этого не видим. Мы слишком увлечены земными своими заботами, и перестаем видеть окружающий мир, и что нам этот мир от природы, или от каких-то людей, или еще каких-то событий, нам сигналят, все рядом, не бойся, иди вперед, начинаем. У меня столько такого было, я помню, еду в метро, и у меня только-только вот началась эта работа, я, значит, мне надо, а, у меня такие туфли старые, а я все-таки выступал на сцене, а я купил на квартиру, я экономил, не знаю как, на всем экономил, кефир, там иногда что-то съем, думаю, все, надо купить квартиру, а потом уже будем думать о еде, одежде, вот, и потом мне уже ребята говорят, Тюнь Николаевич, ну что же, вы читаете лекции, ну-ка давайте вам туфли купим, так стыдно, я сам куплю. Сел в метро, помню, пойду в магазин, обувь, сейчас найду что-нибудь, еду, и думаю, надо какие-то такие дешевые купить, пусть они жесткие, мы их разносим, мысли, экономия, вот, и вдруг вижу такую табличку, реклама, обуви, и написано, берегите ваши ножки, они у вас одни, правильно, вот, надо просто вот это все видеть, тебя так развеселило, ну все, я дешевый не куплю, и так вот, много таких было моментов, которые часто меня веселили, я был достаточно одинок в то время, я имею ввиду душевно, потому что меня не приняли ни дома, нигде сначала, это было в штыки все, я думаю, что многие из вас меня поймут, далеко не всегда, сразу в семье, все друг друга двинулись в сторону неба, и мне было так тоскливо и одиноко, и мне все время, вот оттуда шла, весточка давала какую-то радость, и мне это так помогало, потом, когда я уже немножко экспериментировал с телительством, я помню, есть такой момент, когда, ну, одного пациента лечу, и у меня была температура, потому что я от таблеток отказался сразу, то есть, сказал, все, я больше от гнева, Господа, защищаться таблетками не буду, положено болеть, болей, положено страдать, были очень тяжелые моменты, когда браккин с гриппом там, ну, скажем, раньше мне это недели две, в постели валялся, а тут буквально 3-4 дня я выздоравливал, без таблеток, я понял, что в этом великое благо, протерпеть надо, чтобы иммунная армия сама работала, сама меня вытаскивала из кризиса, вот я, значит, беседую с этим человеком, ведь в целительстве главное, чтобы человек понял, что от Господа помочь в виде ускорения излечения болезни нам даются за грехи наши, и я не собираюсь отменять действия генерального прокурора в объекта наказания, поэтому я это строго согласовал когда-то, что если направишь человека на путь истинный, что он тебя поймет, и он немножко меняется в лучшую сторону найдет, то преступность его будет сокращаться, в таком случае помощь пойдет, иначе нет, и вот работаю с человеком, вдруг у меня уже температура где-то под 40, и уже у меня такое начинается, гроги, как говорят, после нокаута, и вдруг тяжело самому, что больному человеку лечить другого больного, и вдруг такие картинки, я восстанавливал эритроциты в крае, потому что там что-то похоже на белокровие было, вот, начинаю восстанавливать, и уже вот такой полубред начался, и вдруг кто-то, как меня поддерживался в этот момент, какие-то такие мелкие существа, раз, выскочили из человека, бегут, бегут, и между, мы в креслах сидели, вот так между нами встали, и один отчитывается, товарищ командующий, лейкоциты по вашему приказу построены, я так сразу ожил, какие лейкоциты, я эритроциты, пху, эритроциты построены, мне так смешно стало, мне болезнь, смесь взял, и вот таких случаев было много, надо же как, вот если не интересно, какие вещи бывают, и расскажешь, кому скажешь анекдот, а вот много раз такое было, после времени хочется занимать полезно, и давайте вернемся, значит, к тому, что начинать надо именно проанализировать, что у человека такого в характере, что мешает ему жить. Я такую схему всегда рисую, она основана, в общем-то, на информации из Абдушина, вот хотя, когда я впервые Абдушина прочитал, это вот в 90, конец 95-го года, полтора года, у меня был самостоятельный поиск, многое, что удалось сделать, поэтому, когда я наткнулся на книгу, мне ее не подарили, я уже такой был полуфабрикат, и я тоже чувствовал себя одиноким, потому что я излагал эту же информацию, какая в книге, и вдруг одна женщина на лекции говорит, а знаете, в одной книге есть то, что вы говорите, да, она тоже идет в разрез со всеми официальными теориями, и я говорю, ну принесите, мне когда принесли, я стал читать, ну вот я не один, значит, кто-то имеет такое же мнение, поэтому вот условно будем считать, что создатель, как бесконечная сила и справедливость, бесконечность, сотворенный мир, пространство, оно имеет понятие, как философская категория, пространство всегда ограничено, бесконечное пространство, я в некоторой зоотерической литературе находил, это нансенс такой, не может быть, потому что пространство в самом термине, это ограниченность чего-то, то есть оно не бесконечное, бесконечен Бог, а и что в той сфере творится, мы не знаем, но то, что творение ограничено, сотворить можно только конечное что-то, здесь мир первосотворенных, отсюда приходили Моисей, Зарастра, Кришна, и Мелхиседек, возможно, я даже не помню, потому что одно только слово знаю, но скорее всего так, потому что Бушин пишет, что в свое время на Землю приходили сначала развитые духи, то есть вот отсюда, то есть наше сословие, потом на Земле настолько потемнела обстановка, что физика этих посланцев не справлялась с тьмой, тогда приходить стали вот эти, это уже обозримое прошлое, и мы знаем, что Кришна примерно пять тысяч лет назад, или там Зарастра, Моисей три тысячи лет назад, или три с половиной, посылал, посылал Бог сюда в конце концов, и у этих перестало получаться, Моисей был последний из первосотворенных, и тогда Господь пришел сам в лице Христа, и его убили, естественно, суд был предрешен, но здесь немножко о другом, это духовный мир человека, есть сознательный, и бессознательный слой этого мира, мы родом отсюда, мы бессознательные, а для того, чтобы сознательными стать, выйти в другую, скажем так, на другой уровень волны, скорости, частоты, мы должны этот мир познать, осознать себя самим, кто мы, и какова задача у этого духа, а поскольку мы едва-едва тлеем, что надо сделать, надо разогнать нашу лень, а чтобы разогнать лень, надо послать это ленивое существо, что она, проходя более низший мир, а миры формируются по скорости волны, при удалении от воли Божьей, каждый новый мир формирует свой слой с определенным типом волны и условий, соответственно, здесь еще меняется скорость волны, здесь и здесь, потом еще меняется, это называется сущностное кольцо сил, как бы исполнительный механизм Вселенной, сущностное не имеет свободы выбора, они полностью колеблются в воле Божьей, обеспечивают природу всю, то есть петрография, то есть солнце, планеты, растительность и прочее, прочее, все это сущностное, а духовное, мы как цари природы, мы над ними, но мы очень плохие цари, как видите, мы им жить не даем, далее идет материя, материя тонкая, так называемая, и материя толстая, отсюда планеты, так все это, естественно, параллельно, просто изложить на двухмерном локации, это все невозможно, многомерность, но для понимания достаточно, в сущност, вернее, в эфирном мире, это эфирный мир, есть слой низший, это только эфирная вещественность, а это средняя, грубая эфирная вещественность, астрал называют его маги, а просто это область чувств, здесь примерно на два порядка выше скорость волны, чем скорость С, 300 тысяч км в секунду, это наше мышление, быстрее наше чувство, ну а слово, звук, то есть 340 метров в секунду, еще более медленно, и движение тела, самые медленные, вот это начинка, и говоря о заповедях, заповеди выполнять надо не только телесно и словесно, это выслышка мало, человек может внешне быть достаточно нормальным, но вот здесь он творит зло, он пачкает мир мысли, своими нечистыми мыслями, замыслами, и пачкает мир чувств, в том числе и обидами, и страхами, и ревностью, и завистью, и многое, что другое, все, что соединяется, поэтому, разговаривая о заповедях, мы берем вот это все понимание, это человек, можно сказать, как же так, ведь это мы не делаем, а Бог говорит, это вы материалисты считаете, что вы пачкаете эти миры, и вы именно вот этим, этой тучей перекрыли путь к своей душе, и к Богу, вот чем перекрыли, а люди думают, что он неплохого не делает, и не говорят, он почти святой, за что меня Бог карает, вы поймите сначала, в чем состав преступлений ваших, вот они, ваши преступления, и мало кто занимался этим, и единицы, может быть, десятки, а у нас около 9 миллиардов, по данным, населения сейчас, потому что много неучтенных, и вот представьте, какая сгущенка над нами висит, то есть, они как раз говорили о книгах, о том, что археология говорит, что живут на земле люди миллиарды лет уже, примерно 5-5,5 миллиардов лет в теле, они какие-то там 6-8 тысяч, какие-то секты вещают, и об этом говорит археология, тысячи и тысячи фактов, в серой книге, я вот немножко несколько зимпляров привез, там это и есть все, выдержки из книг, там сборник лжи о науке, разные авторы, авторитетные приводят, и в том числе о лжи в религии, потому что одно дело скажу, мое мнение ли что-то, а другое дело, за историю, что люди там наковыряют, вот этих знаний. Знаний. И смотрите, что происходит. Если здесь запачкано, и здесь запачкано, каким образом все это произошло? Первая ловушка сатаны, это материализм, не выпустить человека за пределы мышления, тогда он никогда не доберется до понимания этих миров, соответственно, никогда не вернется на родину. Блудный сын застрянет здесь не всегда. И если какие-то люди посчитали, а многие так посчитали, что в храмах им не дают то, что они хотят, они ищут, тогда сатана для них построил вторую ловушку. Да пожалуйста, есть у нас Прометей, как его называла влаватская сатана, который в обход Бога дал людям эти знания потусторонние, и через колоссальное количество направлений нам дают это. Есть определенные методики и прочее. Вот поэтому те, которые прорвались через ложь материализма, они воткнулись вот сюда. Вот поэтому Иисус, и когда вот это все было, Иисус пришел вот отсюда, имея оболочку человека, но Он не был человеком. Он говорил, Я отца, это единая суть. То есть, вот эта восьмерочка, ее частичка спустилась сюда, обреченная в тело. И в душе нам об этом пишут, что, говорит, Иисус, как метеор, настолько быстро прошел эти дни, и оплатился здесь. Не было времени. Настолько быстро на земле шла вот эта духовная коррупция, жертвоприношение там, что такое. Поэтому оболочки не могли скрыть Его духовную суть, Его божественную суть. От Него такой свет шел, что очень быстро люди понимали, что перед Ним не человек. И Он разъярил этим священников, потому что Он, насколько был авторитетен, и так просто побеждал в любом споре любого обученного там сто крат на священника, что они разъярили, сказали, Нужно нас народ-то уведет. Его убить. И убили. Поэтому инициатор был даже не власть, а те, кто, казалось бы, должны Слово Божие нести людям. И история повторяется сейчас. Представьте, что если придет Сын Человеческий, скажется, лжете, весь мир лжет, и рука руку моет. Посмотрите, кому служат Трам, посмотрите, кому они благоволят. О народе мало кто думает. Отсюда, можно сказать, придет, так его тоже убьют. И от души пишут, что такого больше не повторится. Потому что, исходя из того, что убили Христа, второй, естественно, прибывает сюда, как партизан в секретной миссии. И какое-то время никто даже не будет знать, кто. И в момент час икс вдруг Господь даст силы, даст свет, и он явится. И опять за ним будет, что, как и за Христом, огромный светящийся крест, символ истины, и голубь белый, это символ Святого Духа. Вот когда вы увидите все это, тогда можете сказать, да, это он. И то проверяйте, потому что сейчас такие технические способы, как это и голография, чего только нет. И в небе показывают образы, иконы, там сейчас и этому научились, через эти установки. Вот. Мне говорят, а как же отличить, я говорю, а вы разбудите ощущения, потому что мышление, это здесь, чувство, это здесь, а ощущение, это вот здесь. Душу не обманешь, потому что дух всегда со светом, а свет невозможно обмануть. Потому что вот, когда мне что-то говорят, мне очень красивые слова говорят, глаза горят, человек там меня хвалит, и так далее, а я чувствую его истинное отношение ко мне. Оно нехорошее. Я тоже так улыбаюсь, дипломатично. И на всякий случай от этих тычков закрываюсь, эмоционально, и все. То есть, когда душа остро чувствует это все, обмануть тебя невозможно. И мне все время это пригодилось, когда колоссальное количество литературы мне предлагают, вот, только вы знаете, там такая книга, очень автор интересный, из Франции, там она приехала, такая-то, я говорю, что там она? Как вы можете так говорить? Вы еще не знаете, кто она? И вы не знаете, что она написала, я говорю, зато я чувствую ее суть. Ибо вот как сканер проходит через человека, который мне это говорит, идет о ком это говорится, и мгновенно идет возврат, ложь. Вот здесь чувствуется, насколько это время экономика. Чем это все? Почему я и стараюсь, чтобы вы все, кто хочет, приобрели вот это? Это ваша защита, вас никогда тогда никто не сможет обмануть. Жить тяжело всем, и мне непросто жить. Но, когда тебя ведет цель, мне не так уж важно, сколько я там заработал, буду ли я сегодня сыт, буду ли я спать дома, в теплой кровати, или на каком-то столе, где у меня гостиницы не было, я могу уснуть, скрючаться, ну и что? Потому что мне греет идея. Жизнь интересная, она состоялась, и не так уж важно, как и вы, земные обстоятельства этой жизни. Почему я говорю, что где богатство, или там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вот фраза. Мое сокровище здесь. Соответственно, главное, что у меня идет, развитие души, вот так идет. А то, что здесь мне иногда пакости делают, или у меня что-то не стало, ну и что? Мы живем не один раз, в этой жизни, скажем, ну что-то приходится потерпеть, но когда победит свет, начнется другая жизнь. Потому что дух вечный, мы вечные, и у нас впереди еще есть все. Представляете, когда я понял, что у меня жизнь вечная, в глазах, соответственно, зеркало души это отразилось, и люди, которые меня знали, приезжают ко мне иногда в гости, там, саратики по Сирии, где я много лет работал, или по Азии, где мы тоже там что-то строили, и говорят, Абрис тот же самый, фейс, но ты другой, у тебя глаза другие, я говорю, потому что я бессмертный, то есть я это понял, у меня это отражается, потому что это вернулось в молодость, у меня внутри состояние, как в мальчишке, у меня совершенно, и сейчас страх смерти, или каких-то болезней, нет их, и тогда жить совершенно по-другому можно, чего я и вам рекомендую, пожалуйста, и все в ваших руках, на это ни денег не надо, на приобретение всего этого, нужна всего лишь вера, воля, терпение, смирение, которое человек осознает, что такое, что это единственный способ, простить прошлое, разгрузить себя, ну и цель, где сокровища вожат, там и так далее, потому что, когда человек реально ставит это целью, тогда огромное внимание, и забота именно о своей душе, а здесь, ну что, делаю все, что могу, как когда-то, по-моему, русских офицеров было, что мы служим царю, и отечеству, и верим, и делаем все, что можем, остальное на более проведение, но что будет, то будет, поэтому, вот так примерно выглядит мир, и вот так выглядим мы в этом мире, и почему, когда я занимался патогенностью, то есть патогенные пространства, я их руками чувствовал, на расстоянии чувствовал, иногда с геофизиками мы сверялись, и говорят, а как вы это чувствуете? Я говорю, у них есть приборы, у них там рамки, это самое простое, что у них есть, я говорю, вот подойдите сюда, и потрогайте, вот это место, я вижу эти столбики, там, или как что-то проходит, а если дальше смотреть, это не столбики, это определенные существа, потусторонние, это живые существа, они порождение, чаще всего людей, есть, конечно, гео, чисто гео, которое называют, там, гелиевое излучение, там, много физики знают, а это антропогенный фактор, и вот подносят, что-нибудь в рамки у них туда-сюда, потом приборы какие-то у них есть, регистрируют, а как вы этого добились, я говорю, это просто, и даже было соревнование с торсионным генератором, в одной эфире, это потом я в частной беседе расскажу, тоже достаточно интересно, что человек сильнее прибора, прибор ограничен, и, скажем, взял вот из этого мира процентов сорок, у него разрешающиеся способности волны больше нет, а я сказал, а у вас вот этот остаток еще есть в вашем зале, они говорят, вы что хотите сказать, то вы сильнее генератора, я не хочу сказать, я сейчас это сделаю, генератор отработал, а потом я взял и вот это убрал, и люди говорят, ну как легко и хорошо тут стало, и ну так что, генератор ваш работал, работал, я работал, работал, результат есть, есть, все, поэтому у любого человека, поскольку у него скорость волны вот такая, а у материальных объектов либо такая, либо вот грязь, она все вот эта, в основном, и если человек приобрел эту волну, значит он может справляться, потому что более быстрые волны доминируют, естественно, что на концентрации, так и у лазера, волей концентрируешь в данном месте энергию, и начинаешь проводить определенную работу, как кому-то квартиру, как говорится, освободить, так потусторонней этой грязи, потому что без этого не получается у людей работу, контур, где человек живет, должен быть чист, иначе у него тоже будут проблемы, все, одно дело, он получил отсюда поддержку, на исключение, крещение, это соединение воли Божьей, ой, воли человека с волей Божьей, вот она, восьмерка, это крестная сила, приходит сюда, и начинает человека оборонять от вот этих напластований, потому что этот человек дур, говорит, а я пойду, я поверил и пошел, вера это форма, Бог, его творческая воля, дала человеку право творить формы, вот маги тоже формы творят, но они творят их не во благо, я даже считаю, что во благо, все равно у них отвычка, а не ключ, а вот кто пошел дорогой Христа, который начинает выполнять законы, тогда и свет приходит на помощь сюда, и человек идет по этому коридору, и тьма пытается его одолеть, а Бог не дает, воли Божьей, нет, это мой, и воля Божьей бесконечна по силе, а тьма конечна, она только в материи распространяется, а вы знаете математику, что по сравнению с бесконечностью, все любое конечное величие, оно бесконечно малое, и у меня этой математической формулы, я победил страх, я говорю, если Бог со мной, а что бояться тогда от этой конечной величины, она не сможет с нами справиться, главное, что говорить на Бога, надейся, сам не плашай, будь осторожен, я действительно очень осторожен, и все, и вот сколько лет и получается, из чего состоит эта туча, первая, из прошлого, правильно, то, что у нас накопилось уже, из того, что человек делает сию минут на каждый день, не требует Бог, что благодаря на человеку стал святым, то есть абсолютно чистым, но он требует, чтобы человек делал максимум, что может каждый день, не откладывая на завтра, чтобы грехи вот так постепенно, постепенно сходили на нет, их становилось каждым днем, каждым месяцем, годом все меньше, меньше и меньше, маршрут, скажем, длина или время этого маршрута зависит от воли человека, от его прошлого, много он накопил плохого или малого, сколько на это лет понадобится, 20, 30, 40 или 150, не знаю, у каждого человека свое, думаю, что он может быть одной жизни не хватит, я когда спросил, Господи, а если человек пришел, вот я скажу, 94 год у меня начало, мой четвертый месяц, можно сказать, это мой запуск или мое день рождения, в духе, вот точка отсчета, начало координат, год прошел, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и в конце концов, вот тут 21 год закончился, в апреле, 21 год, то есть, полуамериканским каноном я совершеннолетний, 21 год, и здесь, я вот, три или четыре года спросил, я понял, что это непросто, и мне говорят, что скоро конец, то есть, в начале 21 века, где-то пойдет, я не мог точную дату, потому что, как я сказал, мне ангелы, никто не знает точную дату, я говорю, хорошо, относительно, я вот иду 3-4 года, у меня многое что получается, но я вижу, что за мной еще колоссальный, корреспондент, отработанных этих греков, хорошо, я, допустим, до какого-то, может 80%, 90%, а вот, скажем, час икс будет послезавтра, и вдруг, за 2-3 дня до этого, человек захочет тоже пойти, и шансы у него есть? Есть, и, кстати, притчи Христа есть, помните, когда утром пришли работать, он им по динарию, и вечером пришли, он им по динарию, что, где на них это царство небесное, когда бы человек не пришел на этот путь, мы все равны, потому что, если до человека дошла весть имена сегодня, а послезавтра будет конец, он сегодня, завтра, и послезавтра вспыхнул, и пошел, и он сделал все, что мог максимально, и этот сделал все, что мог, вот его точка максимальная, Этот пройдет, и этот пройдет А тот, который вот здесь начал У него может быть вот здесь его забранная точка максимальная А он вот так шел Он что-то делал, но треть сделал, или четверть, или половину Он не пройдет Мне это объяснили Не пройдет, почему? А он все знал, получил поддержку Крещение есть, есть, значит, связано с волей Сила у тебя сопротивляться есть в избытке У тебя есть методика, как это делается, простая и ясная Что тебе еще надо? Если ты продолжаешь бездействовать Или полубездействовать Значит, ты пытаешься на Бога перегрузить то, что сам напачкал За тебя Бог убежать не будет Вот максимально, если работаешь То, что ты не доделал, его никто не успеет все смыть Много слышно Никто не успеет все Вот это с баланса человека плохой спишется в одном случае Если он максимально сделал все, что мог И не я это регистрирую Оттуда каждый человек, как на предметном стеклочке перед Богом Сделал все, что мог, проходи Ленился? Насколько ленился, значит, ты негодный человек Царство небесное силой берется Верую, волей и так далее Это справедливо? Справедливо Еще один вопрос Почему, говорит, есть слабые духи Слабые люди, сильные люди Говорят, у слабых, получается, шансов не было За эту эволюцию Я говорю, знаете, сколько эволюции было? Многие, ну не будешь говорить, миллиарды Хотя бы многие сотни миллионов лет А вообще, он доказывает, что миллиарды лет жили Вот, представляете, когда-то в тело приматов вошли человеческие духи И сменилась программа В том числе и генетика поменялась Потому что излучение пришло не из мира сущностного А из мира духа А излучение всегда формирует что? Материальные какие-то образования В том числе и генетику Вот когда они пришли Это произошло миллиарды лет назад Человеку вот эта дистанция до сегодня Для самого слабого духа десятикратно хватит Поэтому за счет дистанции было решено вопрос справедливости И слабые, и сильные должны достичь были уже давно Скажем, вот максимальная точка Ну еще, да, еще, да, еще А сейчас материя уже перезрела И готовится захлопнуться все Мы не готовы Мы не взлетаем Мы как пингвильное жерелье У нас крылышки едва-едва А мы должны взлетать И вот в серой книге в одной статье я пишу Что человек привык к мозгу Он как колесо очень хорошо катает нас по земле Но тут ракета нужна Нужно взлетать А автомобиль не может взлетать Ему нужны крылья Нужно строить самолет А люди не знают как Надо уходить с земли Как это новый мир, какой будет Вот поэтому этот вопрос тоже решен Везде, где у меня были Настырные вопросы Я не отлипал бы Пока я не пойму Где справедливость Я находил То ли у Христа находился За ответ То ли у души Находил Точное и простое объяснение В чем дело Теперь смотрите Что такое примерно материя Вернемся Люди воспринимают Свои Свои тела Как Ну вот что-то такое Плотное Тяжеловесное Ведь Возьмите Мы состоим из клеток Правильно Вот Грубо говоря Нарисовая человека Мы состоим из клеток Разных там Не будем их уже классифицировать Клетки состоят из молекул Молекулы состоят из атомов Атомы состоят из набора элементарных частиц Опять же не будем Какой-то сложный атом рисовать Ну хотя бы Четыре нейтрона Четыре протона Заряд минус единица У электрона есть Четыре скажем Электрона Вот И получается Что мы набор Вращающих Каким-то говоря Взаимодействующих шариков Элементарных частиц Это тело А откуда эти частицы взяли Кто помнит физику На уровне даже Пёрышкина еще Учил бы эти Три тома Пёрышкина Что есть Корпускулярная теория Есть волновая Что электрон ведет Себя очень Это и так И так То есть Как будто Две природы Почему Физика Столкнута Тогда еще Никаких коллайдеров Не было Ничего подобного Вот Вот волна Скажем Идет От Бога Хотя у Бога Понятие волны Мне кажется Не существует Волна Это колебание А там Нечто такое Как стоячее Для нас Это непонятно Но именно Это стоячее Давление Организовало И сформировало Творение Я думаю И все остальное Тоже Так вот Как только Творение А в творении Все Вибрирует Творение Это вибрационная Система И здесь Помните Такую фразу Альфа И омега Творение То есть А Первая буква Греческого Омега Последняя И я Вот эти вещи Для меня Когда-то Они формировали Определьное Отношение То есть Как бы Чуть-чуть Науки На такой Самый простой Крест Планка Каким образом Формула Если вы помните Из элементарной Физики Лямбда Длина волны Обратно Пропорционально Периода Колебаний Почему Ну если Рисовать Такую волну То получается Что Длина волны Отсюда До сюда Чем Теснее Амплитуда То есть Длина волны Меньше Соответственно Что частота Больше То есть Чаще В этот период Укладывается Количество Волнов Это вот Обратная Такая Зависимость И получается Что если Взять эту волну И растягивать Да Как это Математически Сказать Объяснить Волна Стремится К бесконечности Лямбда Стремится К бесконечности А если Ее Всплющивать В точку Лямбда Стремится К нулю Вот Альфа И омега Творение От нуля До бесконечной Волны Ну не до Самой бесконечной Какие-то Остаются А потом Прекращается Волновое Движение И начинается Божественный мир А у нас Все вибрации Поэтому Все что мы имеем И мы сами Кроме Возможно Самого Духа Потому что Дух тоже Сотворен Богом Иманация Это Воплощенная Форма Святой Дух Породил Дитя свое Человеческий Дух Поэтому мы Обращаемся Отче наш И Нагорная проповедь В первой фразе Говорит Блаженная Просящий Духом Ибо Их Их Царство Небесное И скажу Одно Слово Нищий Духом Нищий Кто-то Перевел За много Лет Много Переводов Нищий А раньше Просящий Это попрошайки Попрошайки Это нищий Это расформация Слова Произошла В слове Нищий Никто не может Понять Почему Нищий Духом Слабый Духом Только Царство Небесное И я Тоже с этим Он год бился Пока Через Донской Монастер В молитве Не добился Ответ И получил Просящий Поэтому С Богом Надо разговаривать Не мозгами Эта радиостанция Обслуживает Только материю Не чувствами Которые Тоже близки К земле А именно Духом Потому что Духи Мы всегда Связаны С Богом Ибо Воля Божия Породила И эта линия Всегда работает Этот камень Но его же Нужно Разбудить И задействовать Вот в чем Сила И правда Этой фразы Положили Просящий Духом И я вам говорю Попробуйте Мозгами Что-то говорить Это одно А когда В сильнейшем Горе И в сильнейшем Радости У вас просыпается Дух Начинаете Мгновенно чувствовать Что-то другое Просыпается Душа И вот Получается Что крест Это символ Который Говорит О том Что Вращательные Движения Одного Толка И вот Это вращательные Движения Того Другого Толка Как раз И дают Понимание Крестной силы Я часто Вижу Именно Не крест Хотя он Тоже Вижу Его Он Светится Я часто Вижу Вот эти Такие Сумасшедшие Как вот Такие Вихри Которые Взаимокомпенсируют И они превращаются Как в стоячей Что-то Потому что Скорость Одна Уравнена Со скоростью И получается Такой Такой Друг раз Все успокаивается Но сила Максимальная Понять Наш мозг Это не может Потому что Природа Не наша Понять Бога Невозможно И Бушин Поясняет Что У нас Вибрационная Структура Духа Не может Выйти Даже Первосотворенные Просто Мы Ограничены Скоростью Волны Первосотворенные Не могут Попасть В Божествие В мир Где Архангелы Где Царица Небесная Где Вот эти Четыре Святых Животных Они Тоже В Библии Я мог Пусть Не стал Время Отнимать Это Другое Совсем Вот Чаша Грааля Отсюда Изливается Жив Творение Это Естественно Не точка Потому что Графически Очень сложно Объяснить Что это Для нашего мозга Который Трехмерен Каждый Праздник В районе Троицы Не тогда Когда люди Назначают Троицу А где-то Очень близко Обычно Перепад Май Июль Идет Вот это Обновление Энергии Всегда И Каждый Год Как Импульс Заряжается Творение Обновление Идет Как весна Творение И я это Раньше чувствовал Еще будучи Там лет Пятнадцать Двадцать Мне Я так не понял Что это такое Какой-то Один день Весной Это так хорошо Ходишь Абсолютно Все растворяется Плохое И ходишь Как этот На крылышках Я только не понимал Думаю Это она весна Май такой Прекрасный Все расцвело Все так хорошо Впереди Все лето Оказывается Вот эта вещь Она очень интересна И если Опять же Вернуться к апостолам После смерти Христа Вы помните На пятидесятый день Люди Как бы Приняли От Святого Духа И заключили Из этого Что они избраны И только им это дано И все А почему они так заключили Пятьдесят дней Это меньше двух месяцев После смерти Христа Они еще жили В тех вибрациях Которые им дал учитель Прошел год И настолько Они уже между собой Там где-то Поссорились Где-то начали Ну короче Они отошли От слова И когда вот сюда Пришло это время Через год Они этого уже не имели И заключили Что это Едино Временный Момент Всего Один раз И только для нас Я больше не говорю Ничего подобного Для всех людей Всегда Это обновление Просто они перестали чувствовать Они опять были Заблокированы От света Своими ошибками Поэтому из 12 апостолов Погибли Один предал Иуда А 10 погибли Насильственной смертью Господь их не защищал А кого он защитил И кто умер С своей смертью Иоанн Который принял Откровение Он правда попал В ссылку На остров Патмос И так далее Но Это единственное Кого Господь защищал И не дало его убить Потому что Он самым чистым Оставался И хоть он понимал Что не всегда прав Откровение Если почитаете С ним Как Господь говорил Что Ангелу такой-то церкви То-то Ангелу такой-то церкви То-то И многое Что такого Почитаете сами Интересно Другой Ни один апостол Не смог это принять Вот И поэтому И до того Были некоторые уничтожены И после этого Кого копьем убили Кого камнями закидали Кого казнили Поэтому Еще раз говорю У меня Ни в коем случае Нет Желание Умолять Достоинство И смелость Этих людей Они сделали Все, что могли Слишком рано Погиб Учитель И они Буквально Там 2,5-3 года Все с ним были Они не накопили Еще того потенциала Что самостоятельно Держать Экраны И не пускать В себя тьму И тщеславие Немножко было И естественно Тьма Настолько Набросилась на них Ибо они Понимали Темные Что если сейчас Эти люди Донесут правду До людей Конец Тьме Она защищается Вот И апостолы Пошли по земле Кто на Кавказ Кто в Грецию Кто в Рим Там и прочее И естественно Что они Посеяли Те семена Христианство Которое Везде Подверглась Нашествию тьмы И поэтому За Какие-то 50-100-150-200 лет От христианства Мало чего осталось Если вы знаете Историю В начале 4-го века Император Константин Разрешил Христианство В Риме Потому что Оно Уже перестало Быть опасным Для Станы В той форме Оно перестало Быть оружием Против тьмы И поэтому Ну пусть В той форме Рассказывают А тьма На нас наступает Да причем Как это Давит Как нас Как катком Это чувство А как защищаться Не знаю Поэтому Запомните Что религия Это не Нечто такое Хобби Это стержень Нашей жизни Религия И происходит Она от слова Религар По латыни Восстановление связи Человека с Богом Если эта связь Реально восстановлена Человек становится Сильным И непотопляемым Чего сильно Боится тьма И те кто Всю эту ложь Обслуживает Не будем пальцем Показывать И Каждый человек Имеет на то Право На право Выбора И когда Не говорили Что же нам Только так Или нет Выбор ваш Моя задача Рассказать Показать А выбирать В ваших Я никого не зазываю Сами думайте Не согласны В чем-то здесь Ищите ответы На вопросы Отвечайтесь Ищите Вот это ищите Обрящите У меня Это тоже Процесс шел Я знаю Что он достаточно Трудный Через тернии Прерваться К звездам Эти колючки Не мешали Потому что Естественно Была сформирована Определенная позиция По очень многим вопросам И мозг у меня сильный Я руководитель Я в советское время Была строительная Там организация И мозг мне нужен Был сильный Проломить мой мозг Было очень трудно Заставить его Подчиниться Как мне когда-то сказали Вот это ахинея Нормальная ахинея Мне жить хорошо стало Пусть как Неугодно она называется Но мне У меня здоровье вернулось Мне радость жизни вернулась И я знаю Что Не надо нервничать Потому что Сейчас происходит Мир уходит туда Куда он и заслужил А люди Которые Ищут Бога Пожалуйста Вставайте с колен Ищите И найдите его И он будет с вами Это не какая-то Эфемерная легенда О Боге Ничего подобного Я Когда-то тоже Жил в таком Заблуждении И 46 лет Когда я наткнулся На эту Как бы золотую жилу И я Проверил ее Через полгода Говорю Мне уже стало Кое-что понятно А через полтора Два года Я сказал Я не верю Что Бог есть Я знаю Что Он есть Потому что Я на собственном Опыте все испытал На собственной судьбе И вижу Что судьба Становится все лучше Лучше и лучше Главное Чтобы ты не сдавался И не уходил Ни вправо Ни влево Ни на какие Соблазны Ни на какие Курс понижен Или у меня их украдут Или кто-то меня подставит И у меня все это заберут И у меня все мозги Только этим будут и заняты Зачем мне нужно Ничего не надо Если мне нужны деньги На что-то Я говорю Господи Дай мне работы И она приходит Я зарабатываю эти деньги Надо мне там Обновить машину Или что-то еще И у меня идут И у меня банк над головой Обратить никто не может В любое время Да Денег Ну вот денег уже почти нет И на меня так дома Посматривает Скоро будет Завтра Да пожалуйста Поработаешь Попросишь Смерть А завтра как раз Пошла работа Поэтому Я к чему веду Еще одну цитату Приведу Когда Иисус говорил Своим ученикам Выписано Даже Карандашом Не ищите Во что одеться И чем питаться Так поступают Язычники А ищите Царство Небесное Остальное Все приводится Ибо Отец Небесный Знает Все Я на себе Полностью эту фразу Спитал Знает Бог Что мне надо Единственное Чтоб у меня не было Перекосов Да И вот этого Чтоб не было Чувство меры Чтоб не оказался Как старуху Разбитого коры Я четко чувствую Что мне надо Что мне не надо Питание Мне любое Подходит Что есть Но я поем Бывали Случаи Когда Я травился Дважды Однажды В кафе Бестро Другой раз В гостях Это было В 95-м году Когда пришел в гостиницу Тогда жил Скажем В 11 Поел Потому что Я лечить Какого-то человека Меня попросили Подъехать А потом Вернулся в гостиницу И когда лег спать Через два Посели Чувствую 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 Пошли И такое Началось Со мной Где-то Ночью Я мог бы Конечно Телефон Есть Вызвать Скорую И все Я говорю Нет Либо я умру Либо я Сам себя Вылечу И До 7 утра Я пил воду У меня это все Вылетало И пило Опять вылетало У меня горло Все такое Которое Наждаком Продрали Больно было От этого Многочасового Я Часово 7 утра Просто Уполз В кровать Лежал До вечера Не мог Слава Сильная Но к вечеру Я уже ожил Ну вот Я доказал Что врачи Мне не нужны Что если у тебя Нет страха Ты любую Проблему Победишь В том числе Такую Когда вот Тебе смерть С косой Стоит Ну что Я говорю Подожди Подожди Немножко Верю Это есть Сильная вера Потому что Одно дело Говорить Против страха Или против обиды Это другое дело Не обижаться И не бояться Это разные вещи И меня же проверяли Конкретными случаями И грабили меня В 94-м году Все прошел И я не сказал Господи Что же мне это такое Я сказал Если ограбили Здесь большой мешок Кармс У меня слетел Здорово И люди Которые рядом были Говорят Ты больной Что ли Тебя ограбили Ты какой-то веселый Ну потому что Уже ограбили Ничем не могу Помочь себе Говорят Зато Зато польза Какая Все Дежавю Человек Ну что еще Можно сказать Средства Зомбирования Мы вчера тоже Об этом говорили Мы рисуем Свеженькую картинку И есть и в Ветхом Завете И в Новом Завете Есть похожие фразы В Ветхом Завете У Исаии Есть такие слова Сердце народа сего Огрубело И ушами слушают Но не слышат И глазами смотрят Но не видят И не хотят обратиться Ко мне Чтобы я исцелил их Это Бог говорит Через Исаию людям И Иисус где-то повторяет Как криченное Пророком И опять эту фразу повторяет Что она очень должна А почему люди не слышат Вот мы все одинаково Посмотришь Народ Есть народ Любой нации Любой профессии Любого имущественного центра Образовательного центра И так далее Вот человек Вот скажем Священник Или какой-то гуру Не важно Главное Что он не несет правды Потому что у нас Религий колоссальное количество И эзотерики колоссальное количество На Россию обрушилось Как я уже рассказывал В 98 году Подсчитали статистикой И была передача 13 тысяч Всего духовных направлений Вот если присылать Россию Там Чукотка Камчатка И где-то Тут Москва И Московская область 13 тысяч стрел Лжи Воркнулось в Россию В знаменитой Индии Две-три сотни Всего теорий Каждый Там ужас Сколько А вот тот ужас Что у нас дома Как-то никто его не видит Это был 98 год А уже в 2001 году В газете читаю 20 с лишним тысяч направлений Уже Разница 2001-1993 года Почему Борются с этими сектами С этими эзотерическими Они там и шпионаж есть Чего там только не было И дианетика Это И что только Секты всевозможные Так Отрезает голову Этого дракона А у него расставят 10 новых Помните сказку? Еще Пожалуйста Сказку в жизни Преклоняется Естественно Что Такой человек Который несет Такую ложь Пришел Новый адепт Постигать Либо суть религии Либо суть Какого-то иного Учения Авторитет И ему говорит Прекрасные слова Один в один Что нам И Библия говорит Или еще кто-то О нравственности О том Что это неизбежно Побеждать Свои плотские Желания Чтобы ты Все это вырубил И так далее Ну человек Да, правильно Я это уже слышал Он точно не знает Что такое религия Но примерно Хорошие слова говорят Он их пускает И знаете Есть и Короткая память А есть у нас Долгая память Он глубоко пускает В данном случае Он пускает Уже даже Выше сюда И в его Как бы Емкость Или в объемах Его Заполняется Вот этой теорией И голова его четко Восприняла И записала Все это Вот Но этот человек То что говорит О нравственности Он сам этого не делает Он говорит Не бойся Не обижайся И так далее И так далее А сила его слова Какова Недаром сказанное Заповедь не выполняет Лжет и нет Истины Потому что За что такое Невыполнение заповедей Мысли грязные Чувства грязные Допусков туда нет В мир истины А который говорит И делает И у него Открыто туда И он оттуда Черпает Еще раз говорю Сила слова Не вот это И даже не вот это А сила слова Отсюда приходит Заряжается Вот этой чистотой И очень мощной волной Поэтому Это слово Доходит до человека Если он уже Не забит Вот этими Лжиидеями Потому что Как раз Почему они ушами Слушают И не слышат Они уже слышали Этот текст И когда ему Начинаешь Говорить Да это уже знаю Мне уже там читали И там читали Лишняя проповедь Зачем я нужна А на самом деле Он заряжен Вот этим качеством слова И не может принять Вот это качество слова Это другое Я всегда В образах Говорю Что это керосин И ракета На керосине Не взлетит А вот это Ракетное топливо Оно нужно Человеку Но он его не пускает В себя Вот смысл Это правда То есть Сила слова Другая И кто-то В Библии отметил Что если заповеди Человек не выполняет Только невыполнение Заповедей Он сам в грязи Ищем Что же ты зовешь туда Куда сам не ходил Ну как инструктор Скажем На самолете Который садится Вместе Спарку Так называемую У него ученик Садится Пилот И вот Говорит Ты знаешь Дорогой ученик Я Двадцать лет уже Теорию знаю Как летать Но сам ни разу не летал Я бы сказал Я лучше выйду И сам И взлет И посадка Имеет свою технологию Там Вот я тоже Когда-то авиационный Заканчивал И знаю Что это не так просто Все Там надо Выдерживать глиссаду В определенный момент На определенной высоте Там выпустить закрылки При определенной скорости И надо сначала С инструктором Чтобы на автомобиле Ты будешь говорить Самолете И то С инструктором Вот так едем Сначала А тут Более серьезные вещи Когда тебе с утра До вечера Атакуют ложь Поэтому провести Можно Только тот сталкер Куд уходил сюда Он знает Каким образом Проходить каждый элемент Его надо Наработать сначала В любой области Профессионал Должен быть В любой Вот что такое Зомбирование А вот это называется Зомбирование Человек не принимает То, что ему полезно И должен Хламом набить И вот и с Россией Сейчас тоже творится Что истинная причина Что Россию Сейчас атакует Ложь Не в том, что она Богата Это тоже причина Но это Причина поверхностная Материальная А в том, что в России Сейчас идет Мощный световой процесс Больше нигде Такого нет Тьма делает Через своих Апостолов Сатанинских Как говорится Сеет ложь Чтобы отравить Тут все колодцы Чтобы Вот до того Остатки людей Которые еще к Богу Тянутся Не дошло Не дошел Это свет Вот и все Это истинная Духовная Высшая причина Главная причина Тьма атакует свет Все И атакует Тех людей Которые еще Могут пройти А тьме очень хочется Чтобы вообще Все погасло На земле Поэтому фраза Агнец Все равно победит Потому что Агнец Вот четыре Следующих животных И Агнец Как Иисус Христос Так и второй Сын Человеческий Они все идут Через этот образ Через Агнеца С человеческим лицом И все люди Воплощены Тоже через Агнеца У нас обучение Такого типа Но этот Агнец Большой Бог Ну что еще Тут можно сказать Еще раз Напоминаю Что Материя Триста тысяч Кемпер в секунду Здесь на два Порядка Как минимум Выше Здесь еще Быстрее Волна Еще быстрее Еще быстрее Еще быстрее И в конце концов Упирается Бесконечность Вот такая Как бы Пирамида Но скорость Волны Формирует Понятие Время Чем быстрее Волна Тем быстрее Процессы Внутри Этого Этой сферы Поэтому чем Быстрее волны Тем Быстрее Там Жизнь Течет Потому что Время В конечном Регистрирует Скорость Событий Скорость И плотность Этих событий Мы в какой-то Степени Можем влиять На это Один Может целый Год на диване Проваляться Укру телевизора И деградирует А второй За год Только сделает Что другой За 20 лет Не успеет Он время Ускорил Духовную Работу То есть Мы тоже Можем Повлиять На это Про измерения Я думаю Нет смысла Особого Говорить Давайте Мы Вот о чем Поговорим Ближе к телу Как говорится Отношения Мужчины И женщины А что такое Семья Как сохранить Гармонию В паре Потому что Психология Я говорю Современная Психология Сам термин Я всегда Ставляюсь Начинать С термина Психоз Душа Логия Изучения Исследования И психологи Почти все Не верят В душу Что они Исследуют Я не знаю Поэтому Настоящая Психология Она вот здесь Она только через Религию Постерляется Ибо через Религию Человек Не только Начинает верить В душу Он начинает Чувствовать ее Она приходит Как настоящая Любовь в тебя Настоящая Гармония Радость Здоровье И несмотря на Колоссальный Прессинг Внешний Сказать Да мы Все равно Победим Потому что Прочность Появляется У тебя такая Такое внутреннее давление Создает крестная сила Она не дает Тебя в обиду Ну говорит То что Ты испытываешь Да Твое прошлое Еще через тебя идет Выдержи Но ты уже Не сдаешься Вера Это уже Убежденность Потому что Вера Это фаза Предположения Акриори Называется В науке А апостериори Это уже После опыта Я говорю Это уже не вера Это убежденность Я знаю что Бог есть И никто меня С этой позиции Никогда не сдвинет Что бы ни говорили Какие бы мне Продали теории Я говорю А вы Походите Вот этой теории Что приходят люди И меня начинают Сватать какие-то Я говорю Да у вас извините У вас печень больная У вас сердце больное У вас суставы негодные Ну и что Вы сначала выздоровеете А потом позовите меня Туда где вы выздоравливали Я пока этого добился А вы говорите Еще нет Больной здорового человека Зовет жить в больнице Зачем мне нужно Представьте Что вот это вот Мужчина Вот женщина Ну для того чтобы Скажем Понять У нас есть И у мужчины тело И у женщины Встретились Молодой человек И девушка Я обязательно дам Молодые Я не пусть и постарше Им показалось Что они влюбились Это в лучшем случае Что у них никаких Других мотивов нет Ни деньги там Ни расчеты какие-то Просто и понравились Потянуло друг к другу Соединились Там не важно Это был брак Или это был гражданский брак Факт то Что они захотели Жить вместе Или встречаться Что произошло Они друг к другу Открылись На каком уровне Пока не будем говорить Начинает совместная жизнь Проходит короткое время Смотришь Либо один Либо другой Начинает Смотреть в сторону Где там Что-то может Получше есть А почему Это в духе У нас заложено Потому что Дух человеческий Это познаватель Ему всегда нужно Яркое Новое И это нормально И обвинять дух Это природа наша Только единственное Что смысл уходить И где-то искать Потому что То же самое Пройдет скоро И с другим человеком Редко Когда бывает Довольно Долгое время И вот на каком-то Пите они идут Это потрясающе Редко бывает Что у них Все хорошо Год, два, три, пять Надо же Абсолютное Такое Не бывает А почему Потому что В основе Отношений Между двумя Полами Заложено Может Некая Законная Суть Вот Направленность Должна быть В сторону Света И Будет Этот дух И этот дух Это тело И тело Значит Если Мужчина Работает И избавляется От грехов Вот его обиды Вот его челанство Мужское Что часто бывает Я мужчина А ты кто Женщина Ну что-то такое Может Простите Конечно Бывает Бывают и женщины Такие Я такая хитренькая Я всех обману Обведу вокруг Вот это грехи Это эмоции Да я не буду о другом говорить Это эмоции Может какие-то грубые слова Может еще что-то Может Нежелание понимать ближнего Нежелание Жить Ничем Кроме своего эгоизма Либо на половину эгоист Либо на четверг И так далее Это все облепляет Человеческий дух И не дает ему проявить себя По своей природе Любовь Воля Красота У женщин тоже свои Может меньше умеет Возьмем такой вариант Но есть Что мешает им друг друга По-настоящему Любить и ценить А вот эти бесы Это же бесы Если люди В любви соединятся В духовной Им смерть Конец Любовь их уничтожает И они будут Все делать В лицо Если даже у них Еще какие-то отношения Клеют Придет либо друзья С бутылками Или на футбол Позовут Либо их женщин Скажут И вы его знаешь Видели Может это не он Но это кажется он Там двумя женщинами В обминку шел Без рубашки И одни в носке И все И начинается А почему Потому что Рядом может Какие-то женщины У них нет Либо тепла В семье Либо вообще Они Им так хочется Что рядом тоже Была одинокость Что им завидно Ну хочется Чтобы семья плохо Что такое А почему им Должно быть хорошо В этом и суть зависти Это не просто Скажем так Нежелание жить Тем что тебе дает Сегодняшний день Потому что Ты его заслужил Это отсутствие Смирения Во-первых Во-вторых Недоброжелательство Если у меня Чего-то нет Я хочу Чтобы и у них Этого не было Это очень тяжелая Такая Тяжелая эмоция Если Избавляется Скажем мужчина Постепенно от этого Меньше и меньше Бесов У него что Начинает разгораться У него потенциал Духовный растет Если у женщины Происходит Примерно то же самое И примерно С той же самой Скоростью Тогда они Просто обалдеют От того, что у них Дома Они сходя с дивана Начинает происходить Нечто Которое Они говорят Я все влюбляюсь Все больше и больше Почему? Да потому что Этот свет Мы голодные Мы никак не можем Получить вот это А тут дома у тебя Звезда нарастает Просто Как если он куда-то Смотрит Человек идет на улицу И говорит Я не вижу больше никого Для меня вот эта жизнь Она все для меня Это свет в окошке Все Вот что мы потеряли И так же и мужчина тоже Ведь мы должны Рука об руку Вдвоем идти туда И заложено В законе Божьем Идите И вы все получите И у вас будет Потрясающая любовь У вас дети Рожденные В луче любви Будут абсолютно здоровы Придет не вот это Здесь темного царства Души Которые испачканы На воплощение А придут вот отсюда Чистые Почти чистые И у вас дети будут Такие Как видите И тогда у нас пойдет Следующее поколение Будет светлее Чем мы А следующее От них будет Еще светлее Это будет эволюция А не та деградация Куда мы сейчас уходим И куда все наши Общественные институты У нас тянут Сформированные Какие-то лжи идеи Которые уничтожают Наше потомство Начиная с роддом Еще и даже Дород дома А потом Кончая Всякие теориями Школьными И прочими Если вы знаете УЗИ допустим Женщина сделала УЗИ Кинетика разрушается Пишет Горяева Наверное Голи знает Горяева Его статьи Ему грозили Его убить Почему Потому что Сколько приборов Продают Сколько людей На этом кормится А он говорит Что если Человек попал Под УЗИ Мать там С ребенком Говорит Мы проверяли Что Молекула Она определенная Издает Звук У них есть Такие очень приборы Которые От молекулы Идет Очень такое Красивое Мелодичное Звучание Очень слабое Но есть Такие приборы После УЗИ Унылый Такое И все Смерть То есть Уничтожается Ультразвуком Китов Глушат Ловят И вдруг Ультразвук Видит на ребенка Где же Вы видишь Что это Правильно Где же Видишь Что это Безопасно Это очень опасно Уиммунитет Уничтожается У ребенка И навязывается Это Многие Сейчас Это понимают В том числе Про прививки Пишут Отказные В детские сады Мы не будем Это делать Ни УЗИ В роддоме Ни это не будем Такое начинается С огромным трудом Удается Отстоять себя Не пустим В детский сад Не пустим В школу Если вы этого Не сделаете В России Еще пока Хоть что-то Отстоять можно Я не знаю Как здесь Вот поэтому Можно Еще И возвращаемся К понятию Вот мужчина И женщина Вот где Наше счастье Потому что На земле Два пола Не буду Говорить Об возвращении Есть мужчина И женщина И у женщины В отличие от мужчины То что рисовал Заканчивается мир Творения Так же Божественное У мужчины Нет выхода В первосотворенный мир А у женщины Есть оттуда Изюмин Почему женщина Настолько притягательна Настолько обаятельна Если она женщина И когда женщина И идет Издалека Если она в мужском костюме И в мужской шляпе И в сапогах Я все равно Это женщина идет Определенная амплитуда Я говорю Это излучение Просто я чувствую Все равно Это женщина идет Никто не может Подделать женщину Как бы ты не старался Вы же философом Вы же философом Так что Ну тоже неплохо Кстати Особенно в наше время Вы поэтому стали философом Вы поэтому стали философом Я по другой причине Я сильно пострадал от своей физики У меня столько было и суставов И ангина И бронхиты И головные боли Давление очень низкое Там 60 на 40 Мне врач говорит Как вы ходите на работу И вот так говорю Вот И почки И сердце И что только не было И желудок Почти язва В течение полугода Больная Терролая Все ушло Еще года 2-3 Почти ничего не осталось Сейчас мелочь цепляется Оно из-за чего цепляется Я же многих обороняю И копыта этой конницы Потусторонняя Она пытается меня смять А мой периметр Это выдерживает Ну да Бой не бывает Я же доброволец Я же не жалуюсь Ну дружу Война есть война А на войне Бывают царапины Ссадины Бывают раны Ну что Быстро лечится Ничего страшного Зато победа Будет достойная И вот когда Внутри это пришло Состояние Что мы победители Настолько хорошо Стало жить Независимость От того что происходит Потому что У тебя победа Уже душа знает Потому что Душа не имеет времени Это тело Мост Он живет сейчас Вот Миг между Прошлым и будущим Вот прошлое Вот будущее А душа И там И там Одновременно А в душе Кошмар такой Что ж Кошмар этот Мы заслужили Как нежестоко Это звучит Я говорю Я не равнодушный Человек Я соболезную Многим Потому что Когда бомбят Мне больше всего Конечно Жалко Часть населения Ничего не может сделать Это обычно дети И очень пожилые люди И дети Их он как показывает Вынуждены уезжать А старики остаются Говорят Ну чтобы хоть эти спаслись Куда с нами Когда нас почти нести надо Мы просто не спасемся И вот смотришь Когда на все это Слезы наворачиваются И возьмешь свои руки И думаешь Что ты можешь сделать Как человек А как можно больше людей Вывести вот сюда Чтобы вот это Быстрее прекратилось И у этих людей По крайней мере Есть шанс Уйти от этого будущего Потому что будущее Вот мы создаем сами И какая-то часть населения Это моя работа Она от этого хорошо Мне не хочется Оставаться С одной в одиночестве Думаю Когда туда пойдут люди И чем больше их будет Тем лучше Потому что у нас Одна и та же природа И я чувствую Что люди-то отзываются Душой отзываются Мозгами тоже иногда Да, это очень интересно Потрясающе здорово До свидания Ну ладно Выбор ваш Пока не готовы Может какие-то вопросы Есть, пожалуйста Или я перейду К немножко Здоровью Здоровью Здоровью? Можно вопрос Я только по этому Ну давайте Если мужчина Женщина Вместе развиваются Если они пойдут Духовные Они вот как-то Параллельно Тогда у них Проверяется Действительно Любовь На уровне духа Но все равно Мужчина получается Он развивается До определенного уровня А у женщины Так как у женщины Из выход Я так понимаю Выше То получается Что Все равно Она Как-то Его подпитывает Да Все равно И если она Уйдет вперед Естественно Она будет Датировать Мужчину Мужчина Ответит Чем Защищать Будет на земле От всей грубости Мужчина Это как крепость Вокруг цветка своего И тогда этот цветок Способен Рассвести Если он тоже Вот так вот Развивается Да А если А если Не развивается Давайте посмотрим Вариант Не развивается Кто Не развивается Скажите Мужчина Женщина Уходит Вперед Мужчина И тут Остается У женщины Соответственно Начинает Что Ей все Более и более Тоскливо С этим Мужчина Вплоть до Оторжения Я не могу Уже больше У меня никто Женщине Говорили Было все нормально Теперь Даже Прикосновение Даже Звук голоса Я вздрагиваю Потому что Вот эта Частота И высота Которую она Набрала А тут Такая Вот эти Корявые Волны Продолжается Потому что Тима Будет Всегда Через Слово Доставать Сильного Так Всегда Было Это Тоже Закономерность Куда Не денешься И тогда Мне говорят А что же Делать Я говорю Вы сами Решаете Я не руковожу Вашей Судьбой Хотите Терпите Хотите Принимайте Какие-то Иные Решения Моя Задача Дать Вот этот Вход А вы Уже Живите Сами Трудно Я вас Поддержу Будет тяжело Можете Позвонить Будет помощь В одном Случае Если вы Верите То есть Богу Открыто Если вы Действуете То есть У вас Идет Развитие Если Нет Этого Вы Продолжаете Скажем Лепить Грязь То есть Каждая Ваша Эмоция Рождает Новых Игресс Или Невых И если Вы Не Меняетесь Тогда Луч Который Скажем Вот Которого Я Запитался Не Может Вам Я Не Могу Закон Применить Преступнику Потому Преступник Продолжает Совершать Преступление Он Рецидейство Это Бог Это Почему Ему Должен Помогать Бог Вот В сторону Бога Придется Вот Этими Своими Грехами А Сейчас Господь Бог Вступил В бой Откровенно В бой Против Тьмы Как И пишет Об Душин Будет Уничтожена Не Только Тьма Но Все Носители Которые Не желают Сложить Оружие Они Продолжают Укрес Лепить Вот Это Конец И Никакой Пощады Бог Жестокий Но Он Не Дух Уничтожает Он Уничтожает Оболочки Которые Дух Испачкал И Тогда Сознательно Вечное Существо Так И не Понял Суть Жизни А Зачем Ты В этой Школе Пребываешь Если Ты Не Учишься Ты Прошел Все И Сиди Там Пока Ты 20 Миллионов Не Позовут Сиди Ибо Не Место Тебе В том Мире Который Ты Пачкал Не Дадут Тебе Больше Пачкать Опять Мир Будет Чисто И Здесь Население Останется Только То Которое Способно Жить По Закону Это Ж Нормально Это Разве Жестоко Наоборот Жестоко Если Вот Эту Грязь Оставят Люди Которые Хотят Жить По Закону Что Вот Эта Тьма Их Довила Унижала И Топтала Вот Это Жестоко Я Считаю Так Что Страшно Не То Что Будет Конец Веков А Страшной Силы Не Будет Ибо Конец Веков Это Конец Эпохи Лжи И Насилия И Возврат К Истокам Да Может У меня Вопрос Несколько Глуповат Но Когда Люди Разговаривают Они Обычно Договариваются О терминологии Чтобы Более Ясно Понимать Друг друга Вы Употребляете Слово Закон И Заповеди Что Для вас На Этим Стоит Ну Давайте Поговорим О Законах И Заповеди Начнем С Закон Справедливости Вы Согласны Что Бог Есть Вершая Справедливость И Совершенство Есть Значит Господь Высшее Совершенство Справедливости Сила Сотворил Мир Населил Его Определенными Существами В том числе И людьми И вот Этот Конкретный Человек Стал Ошибаться Потому Что Первородный Грех Что Это Такое Что Рождается Человек Новую часть Ребенок С мозгом Эволюционный Закон Говорит Что Если Какая-то Функция Востребована У Человека Она В следующее Поколение Закладывает Определенные Мотивы У него Это Именно Превалировать Начинает Но Так же Как Если Я Человек Умственного Труда Вот Я Что-то Делаю Такое Соответственно У меня Нет Таких Мускулов Потому Что Мускул Тем Бетон Бетон Ворочат Или Кирпичи Понимаете Что Разгорается Именно То Что Превалирует И так Закладывается В генетику Все На следующее Поколение Поэтому Когда Человек Впервые Приступил Закон Через Что Захватил Нас Сатана Через мозги Через мозг Еще раз Извините Пожалуйста Вот Передний Мозг Да Мы Идем К тому Ответу Просто Это пространный Ответ Просто Так На него Не ответишь Вот Большой Мозг А вот Малый Мозг Можучок А раньше В начале Эволюции У нас Этот мозг И этот Мозг Не совсем Так Они были Одинаковые По объему И Передний Мозг Это Рассудок А задний Мозг Ведовал Приемом И Откровением У нас Была У всех Совершенно Четкая Связь С Богом Но После того Как Сатана Говорила Что Там Это То 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 Больше Да Вы думаете Если Вы Древо Познание Больше Сорвет И Бога Догоните Там Такое Пошло Поддались И Рассудок Поэтому Стал Быстрее Развиваться Чем Задний Мозг И За Колоссальное Количество Поколений У нас Этот Мозг Маленький Он Уже Не Способен К Этой Связи Это У меня Когда Начиналось Знаете У меня Что Творилось У меня Голова Кружилась Приемная Структура Вот Здесь И Что же Происходит Вот То что Мы начали Говорить За заправдях Законы Есть Закон Справедливости Он В разе Что посеешь Что и пожнешь А то есть Справедливость Что всегда На земле Существует Ответственность За абсолютно Все Люди Думают Что если От кого-то Спрятался Мы можем Закон Обойти И спрятаться От Божьего Закона Никуда Не денешься Закон Справедливости Я рассказывал Что Свои обиды Уныние Раздражение И прочее Вот это все Я Победил Именно Говорю Что если Есть закон Что посеешь Что и пожнешь А чтобы Этот закон Признать Надо поверить Бога Предположим Что это есть Есть такой закон Я в прошлом Не святовый Значит Мои ошибки Мои грехи Приводят Что На меня Падают Последствия Моих проступков И когда Они приходят Я должен прощать Не раздражаться Не обижаться А прощать В таком случае С меня списываются Эти долги Прощайте И прощены будете Прощайте И прощены будете Долгий процесс Но я научился В результате Факты появились Я изменился Простал болеть И так далее Это закон Справедливости Есть он Есть Закон Подобия Он существует О нем Много меньше Знаю Скажем так Вас не потянет К какому-то Забулдыге Алкоголику С которым Неинтересно Да еще и запах Вы потянете К человеку К которому Можно обменяться Информацией С которым Тепло И хорошо И весело С которым Время проводить Можно Это закон Подобия Вы потянете К чему-то Подобному Алкоголик Потянете К алкоголику Есть с кем Выпить Всегда Наркоман Наркоман Культурный человек К культурному человеку По профессиям Притягиваются люди И так далее Это есть закон Подобия Есть закон Компенсации Если ребенок Растет Приучайте его Постепенно К тому Что он возвращал Родителям То что они для него Делают Ибо Родители Для ребенка Готовы на все Во-первых Растят Заботятся Не спят Тратят Время Это жизнь Вот И От болезни Его защищают Кормят Поят Одевают Ну все для него Обучают Его И ребенок Должен постепенно Приучаться Компенсировать Маленький Что-то сделай Возьми швабру Там хоть тебе Лет 5-4 Ну немножко Маме помоги Там полы Помыть Будет Мальчик И девочка Не важно Посуду помой Хоть 2 чашки В день Ничего Не надо Все С малого Начинается Чтобы он понимал За все Надо платить За добро Всегда надо Возвращать добро Если на тебя Должен купить Бизнес Купить Купить Вот это Вот это И очень Обижаются Если это Не происходит Ну что Сделаешь И я говорю Виноват Если я допустим Воспитал Такого ребенка Неправильно Я должен Нести Эту ношу Свой крест Убежден Я нашел То есть Страдание Никогда Не грех Наоборот Страдание Человек Лечит А вот Это И есть Греховная Часть Верности Потому что Нарушается Закон Выбор Женщина Моя Которую Я люблю Я люблю Ну и что Что я люблю А она Не хочет Быть с тобой Она Влюбилась В более Яркое Существо Которое Более Талантливое Или более Ну Содержательное И тогда Я чувствую Свою неполонценность Мне Начается Зудеть Это все Как это Такого Мужчину Бросили Да Когда я Сто Найду Еще И вот Это Начинает Все Пузырение А нет Вы просто Посмотрите А почему Оно Таким же Ярким Стимул Отщеславие Мешает А какой-то Эгоизм Мешает Нежелание Признаваться В своей слабости Потому что Это есть Неспособность Любить В данном случае Мужчина Нисколько Женщину Любит Сколько Себя Ему Хочется Чтоб Да Она Была Но если Она Уходит Что Тогда Получается Я Плохой И никогда Не признаю Ну Да Я Лучше Всех Ну И так Далее То есть Это Ритм Всегда Есть Вот эта Частливность Это От Эгоизма И больше Нет Чего Настоящая Любовь Если Любит Человек Женщину Не Себя При Ней А Женщину Любит Он Скажет Ну Мне Очень Горько Что Ты От Мне Уходишь Но Раз Я Тебя Люблю Я Хочу Чтоб Ты Была Счастлива Ну Что Будешь Счастлив С Другим Человеком Да Будет Слезы Сидеть Но Это Страдание Это Не Грех Если Человек Так Способен Любить Значит Он Кое Чего Добился На Земле Хотя Это Может Признать Другим Признаком Слабости Да Нет Мы Куда Мы Сейчас Такое Тут Устроим Ну Да Будет Реализация Эгоизма Через Эти Мускулы Через Какое Там Хамство И Прочее Прочее Ревность Еще раз Говорю Это Закон Выбора Это Закон Справедливости Закон Я уже Подобие Объяснил Кстати Когда Ребенок Притягивается Два Сформированных Человека Мама И Папа Пусть Им Будет 20 Лет Или 40 Лет Не Важно Они По Закону Подобия Притягивают Примерно То же Самое Что Они По Характеру Иммунационный Есть Магнит А Генетика Это Уже Вторично Потому Что Когда Рождается Человек Тело Эмбрион И так Далее Естественно То излучение Которое По роду Пришло Оно Формирует И генетику Генетика Ведома А духовное Вот это Поражение Это Первично Поэтому Один и тот же Пример Привожу Потому Что он Очень Наглядный Скажем Папа Деспот А мама Жадная Отсюда Ребенок Придет Из прошлого Немножко Деспотичное Существо И чуть-чуть Жадновато И вот сюда Вот такой Ребенок Воплощается Ему Очень Не нравится Когда На нем Эта Деспотичность Выражается Или Жадность Он Растет Со Срезами Только Когда Я вырасту Я буду Тоже Ребенок Что-то Покупать Я Не 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 Я Прошу Папа Объясни А тут Мне газету Читать Не То есть Ребенок Страдает Именно Эти страдания Может быть Его и вылечат Так что Видите Как мудро Все заложено Это законоподобие Заповеди Еще раз Говорю Помните Не убей Не укради Там Не Не Лжесвидетельствуй Вот Есть книжечка Маленькая Она здесь Тоже есть Правильно Там Эти заповеди Целая глава По каждой Заповеди Там очень Четко Все Расписано Что Если Вы думаете Что перед Богом Отчитаетесь По Заповеди Не убей Но вы могли Искалечить Судьбу сына Составив Заниматься Ничем Что он В другом Талантлив Он может Прекрасный Актер быть Или там Геолог Или летчик А вы сделали Из него Бухгалтера Или экономиста Или юриста А он не хотел Это не его Вы уничтожили В нем талант Он бы Очень много Мог дать Людям Через Реализацию Своего Таланта А вы Убили Это Это тоже Заповедь Не убить Тоже Подлежит И много Того Что вы Не понимаете Поэтому Заповеди Надо Не понимать Усколоба Только В материальном Смысле А имеет Еще и Другой Смысл Поэтому Когда вы Почитаете Эту книжечку Подробности Эти все Есть Да Пожалуйста Можно спросить А как Различить Это лень Но вот Ребенок Не хочет Это делать Потому что Он ленится Или это Не его Дорога Это делать Можно Что вы говорите Там Таланта Ребенком И постоянно Не только Там Его кормить Поить Но Водить На выставки На концерты Для того Чтобы он Немножко Понимал И вы будете Видеть Что он Тянется К этому Или не Тянется А если Он тянулся И он Говорит Я не хочу Это больше Делать Возможно У него Что-то другое Это от возраста Еще зависит В каждом возрасте Какие-то Иные рекомендации Вот Я допустим Когда-то Тоже Сопротивлялся Одному Там Я сдался И сделал Конечно Голупость По отношению К своим Ребенку У меня Не было Тогда Незнания Ничего Я просто Жил Как Как Будет Так Будет Ладно Моя Задача Как Мужчина Обеспечивать Семью Это Крыша Над головой Это Платить За Все Это Одеть И так Далее Вот Это Мое Мужское Юрий Можно Еще Вопрос На Понимание Вы Часто Говорите О Методике Вот То Ну Смотрите Вот Это Есть Методика Борьбы С Эмоциями Правильно Вы Понимаете Что Для Каждой Эмоции Есть Своя Схема И я Тоже Первое С чем Разобрался Вот С этим Потом Со Страхом Потому Пошел Текст Если Ты Со Страхом Не Справишь Ты Ни Шага Дальше Не Сделаешь Давить Очень Сильно Иначе Буквально Реальные События И я Когда Страх Победил Мне Пойдем До Конца Все Страх Только Верой Побеждается Верой Да Верой Верой Победил Потому Что Бог Сильнее Но Если Человек Утверждает А сам Не Верит Он Все Боятся Будет Понимаете Суть Какая Поэтому Когда Человек Страх Не Может Победить У вас Вера Слабая Она Может Не Совсем Ее Нет Но Она Так То Кроется То Закроется Конток Сильно Напугает Вера А вдруг А вдруг Все И еще Одно Работа С мозгом Потому Что Первое С чем Я столкнулся Это Мозги Мои Не желали Обслуживать Тему Я и Бог Не хотят И все Вот как Ребенок Не буду Я пытаюсь Думать А мозг Лезет Все Что угодно Ну Абсолютно Все Как будто Все мои Проблемы Сразу В мозгу Начинают Крутиться И говорят Давай решай Решай Надо Срочно Давай Давай Я пытаюсь Завтра Хочу Думать Сейчас Не Не дадут Тогда я понял Что мои мозги Мне не принадлежат Что делать Я думаю Сдаваться Не буду Надо искать Я читал Много фантастики Любимая литература Была в детстве Бери В молодости Вот И А я вспомнил Один Не роман Скажем Даже А рассказ Про Экстрасенсов Это был Искатель Такой журнал Был В советское время Приложение По моему Какому-то другому Журналу Значит там Были экстрасенсы Трех уровней И вот Экстрасенс Это самые сильные Средние и слабые Вот средний Экстрасенс По уровню Своим По возможностям Вскрывать Чужие файлы Он Случайно Убил человека Ну так Неплохой Был Но так Получилось И В полиции Служили Чаще вот такие Когда к нему Он говорит Сейчас Если кто-то Такой подойдет Близь Он точно Вскроет Информацию Я не смогу Вскрыть Тогда он Пошел в лавку Музыкальную И попросил Самый модный Шлягер Какой-нибудь Поставить Ну и этот Трудовец Да Вот слушает Да Ритм Такой Пошел Вновь Записал И как только К нему приближался Вот этот Тип И он чувствовал Сканировать начинает Он сказал Да Ритм Как включит Так и дециберно И тот Не мог его никак Пробить Он этим способом Опасался Я это помню Я говорю Попробую Это применил Помогло Но потом Я нашел Более действенный Способ Потому что Это на короткое Время Хватает А чувствую Надо что-то Более Поумнее Это у меня Под рукой Был карандаш Который состоит Из грифеля Дерево И покрашен Как бы С надписью Вот одно Второе Третье То есть Краска Дерево И грифель И начал Думать Так Дерево Рубят Где-то Суча Там Трактор Тащит Куда-то Все это Брёмно Потом На фабрике Распиливают Какие-то куски Остатки Дадут На поделки То есть Я примерно Представляю Что там Лесорубы Трактористы Табельщики Кто-то Бухгалтера Все это Процесс Идёт Потом Кто-то Делает Грифель Тоже Это же Углерод Значит Какая-то Порода Размельчается До Меркодисперсного Добавляется Состав Клеящий Какие-то Присадки В зависимости От твёрдости И формируется Стержень Вот там Термообработка Потом Одевают В дерево Красят Там И так далее Как краска Делается Такая или такая Эмаль Там Всё Ну Я вам говорил Минуты две Наверное Да За время Пока я говорил Я это всё видел Образы И образы И образы Какие Что Вот За Этой Операцией Следует Это Если Дерево Срубили Надо Отрубить Сучья Бензопилой Скажем Когда Сучья Обрубили Трактор Трелёвочник Берёт Петлю Тросом Тачит К реке Много Тракторов Тачат А там Плоты Вяжут И по реке Сплавляют Какая-то Промзона А там Вылавливают И начинают На пилораны Это распускать На строительство И так далее То есть Это всё вижу Это технология Правильно Добычи леса И транспортировки Значит Технология Она чем сильна Тем Что одна операция Следует за другой Непрерывно И в щель Между этими операциями Тьма никак не может влезть Ну не получается Потому что Я это знаю Почему Или когда Вы знаете Какую технологию Приготовление блюда Или ещё что-нибудь Если вы начнёте Вот эти образы Тьма Которая вас атакует Надо вас постепенно Начнётся отвлепать Полгода таких тренировок И у меня душа Уже настолько окрепла Приобрела такие мускулы Что уже нет Вот это Упражнение Больше не нужно Изредка применяю Когда бывает Нашествие Очень серьёзное Тогда я опять Вспоминаю что-то Думаю Ну отомнёмся И опять Достаточно Вот это Это тоже методика А молитва Это получается Молитва помогает Ну смотрите Как молитва Молитва На Бога надейся Сам не плашает Потому что Если человек Одними молитвами хочет Господи Поддержи Помоги Поддержи Помоги И в конце концов Бог так облака Развинь Скажет Ну ты сам-то Что-то делай К чему-то готовься Потому что человек Цель какова Бог всегда может помочь Но он ждёт От нас движения Не только в сторону Развития А соответственно Духовную силу Вы должны Восстанавливать Мы похожи на людей Которые поломали Руки Ноги И лет Только Несколько тысяч лет назад И сейчас Мы в гипсе Пытаемся Восстанавливать Но вы знаете Когда гипс Сняли Восстанавливать Мышечные формы Довольно Болезненно и долго А дух Наш спал Миллионы лет И восстановить Эту духовную мышцу Мы обязаны Если мы хотим Быть людьми Поэтому От тренинга Никуда не уйдёшь Хочешь выздоравливать Выздоравливай Если у тебя нет ни воли Ни желания Как хочешь Жди Каких-то иных времён Поэтому В данном случае Недаром сказано Лень мать всех порог Если человек ленив Обязательно прилепится Потому что он Работать особо не хочет А иметь хочет И тогда он ищет А куда пойти Либо воровать Либо куда-нибудь В такое тёплое место Где можно Взятки брать И так И так Можно Либо использовать Властные Какие-то структуры Где я буду Вымогать из людей Что сплошь Рядом сейчас происходит А те Кто не лентяи Кто работает Они пятятся И пятятся Что же такое Творится-то Как же нас Так обижают Потому что Достойный бизнес В России Он ещё сохранился Не много Но есть Они говорят Мы просто не знаем Что делать Что обложили так Налогами Что На что мы работать Потому что Если платить все налоги Честно Это всё сразу Не только нулевой И отрицательный будет баланс Или как сальдо называется На рубль заработали На рубль десять Должен заплатить государство Зачем это сделать Потому что Налоговая зарплата Во-первых Почти не платят Крохотная зарплата Для того чтобы Толкать их на это На вымогасть Они приходят Молодые ребята Девчонки По 20-25 лет Чьи-то там Дети Высокопоставленных И говорят У вас положительный баланс Значит вы воры И они правы Найдите Говорят Потому что они сами не способны Потому что Головы не хватает Быть хорошим Этим Аудитором Найдите свои ошибки И дайте миллионов На Ну в зависимости от Фирмы какая На два или три миллиона Найдите Что вы там не правы Мне значит Пятьсот тысяч Из этой суммы Остальное В косну И все Если это не сделать Вот там три дня Я тогда Начну с санкции Начну там Изымать документы Вот такие вещи творятся Даже работать-то не хотят И за сплоши рядом Поэтому Когда вот такое Начинает возмущение Расстать И говорю Стой Ведь в Библии сказано Что перед кончиной веков Антихрист поднимет голову Вот он поднял Только не сам сатана Он не может воплотиться А через таких людей Своих адептов Он давит Нормальных и честных людей А почему он давит? А потому что эти люди Творили то То, что теперь через этих вот Возвращается А не инструмент В руках закона И пока человек Не научится Ходить вот в эту сторону Они его будут давить Эти козлища Библейские Нас, словно Которые относительно Мирные и нормальные Нас будут бодать И кстати Объяснение тому Что у меня не сразу Пришел в ответ На вот Сакраментальный вопрос Который мне задавали Я вот Я разберусь Потом скажу Почему Самые плохие люди До сих пор Вот их Бог не трогает Вот они все Прямо Цветут и пахнут Ну почему? Вот Пришло понимание Может лет через 5-6 Пусть я путешествую В эту сторону И тогда Я картинку нарисовал На лекциях Староков говорится Что представься Что это некий зонтик Это защита Господа Бога От некого этого Вот Кто может в эту зону Попасть под эту защиту Если человек Обижается Раздражается Боится Ревнует Тщеславие То есть гордыня Может еще что-то Зависть Какой-нибудь Джентльменский набор У многих есть Это еще не такие уж Неплохие Это скажем Овны И овцы Библейские А вот за пределами Начинаются Козлищи Какие Жестокие Жадные Организаторы Мафии всевозможных Взятки Устройства Воин В мире Ради наживы И непонятно Каких целей Вот это козлищи И вот они Рожками Бодают Овец И я когда-то Такая овца Вот с этим набором Стоял И думал Ну как мне Как дал бы сейчас Да нечем Я говорю Ну и нечем Ну я что могу Сделать один Вот А хотелось А как Рожек-то нет Что сделать И вот И так И так Бился И болею И все Уже Бодаться-то нечем И вдруг Развернулся И пошел сюда А почему Что такое Путь сюда Начал избавляться От этого От этого Постепенно 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 Тем самым Я стал медленно Вползать Под защиту Вот сюда И тогда я вот Через несколько лет Понял А кто меня заставил Сюда пойти Они Козлищи А Исушку сказал Благословляйте Врагов своих Потому что Они вам Полезную службу Сослужили Мне А дальше Это польза номер один Польза номер два Когда Я испытываю Удары судьбы Что ведет К искуплению За прошлое Мне хорошие люди Это мне сделают Они сами страдают А мне делают Вот это То есть В процессе искупления Они прекрасный инструмент Сколько хочешь Только и получишь Хочешь быстро искупить Но только выйдет Скажет Ну Сейчас Ааа Ну пошло дело Искупление В полный рост Польза номер три Идущему уже сюда Я прошел Какую дистанцию Смотрю Здоровье возвращается Деньги появились Честные Нормальные Я решил Что Можно отдохнуть Только Два-три дня Перестал контролировать Процесс Как Пошло отсюда Опять давление Неприятности Я там Сказал Что что Мне говорят А ты что Святой Я говорю Нет А что остановился Вот они рядом С собой всегда Получается Что они не дают Возвращаться На лень Польза Номер три Мало Достаточно Поэтому еще раз Говорю Благословляйте Врагов своих Без них Мы не нашли Вы сюда Дороги Я ни одного Человека не знаю Который Встал Сказал Хочу к Богу Пошел Я и все И никто меня не остановит Получается Здоровый Счастливый Человек Есть так Нету Вот и все Поэтому все Это ведь не даром Сложено В справедливейшем мире Потому что Бог в совершенство В мир совершенный И несовершенные Существа Которые творят Вот это Ожидают хорошей жизни Всю свою историю Каким образом Мы можем быть счастливы Если мы постоянно Нарушаем закон Гармонии Даже болезнь Вот человеческое тело Которое Скажем Тут болит Тут болит Тут болит Почему Я уже говорил Что вот электроны Протоны Если взять их Вот Каким Это допустим Сбалансированные Какие-то константы Центробежные Центрстремительные Силы уравнены Что выводит Из баланса Эти константы Если Электромагнитное Колебание Которое Скажем Защищает Материю Они ее Делают упругой Это 300 тысяч Км в секунду А удар Страха Обиды Или ревности В 400 раз Примерно быстрее Вы понимаете Что если взять Ядро То что мы в школе Кидали Бросьте в стену Поцарапаете стену Зарядите ядро в кушку Она разнесет стену Вот что такое Формула импульса Масса на скорость Отсюда Удар страха Преодолевает Прочность Атомных структур Появляется Что как вмятина Образно говоря То есть электрон Начинает барахлить А эти удары Это же не просто Вот ткнул и все Ревность начинается Она вас может Годами мучить Страх или обиды То же самое То одно То другое На город Отвесит Где Решет нас Это вам пожалуйста Это схема Стресса Мы все Находимся в стрессе Поэтому Иногда Пофигистам Неплохо живется Потому что Они говорят Да все Им наплевать Но это Такая Это неправильная позиция Потому что Человек должен найти Путь И почему Вот это все Незаконно Я объясню Почему эмоции эти Незаконные Людям непонятно Почему страх Незаконный Или обиды Незаконный Меня же обидели Я говорю Это вас сегодня обидели А то что То что вас сегодня обидели Замкнуто на то что Вы кого-то обидели Лет 15 назад Можно Вот поэтому Если вы покаялись Ну говоря Сергей Вячеславович Покаялись Ну так не делайте так А смысл Покаялись И покаялись И продолжаете Это делать Это все Что вор пошел Украл что-то Его поймали За руку Притащили Ну все Колерусь Больше никогда Этого не делать Ну да Отпустим Давай Человек честно Говорит Искренне Вышел И опять что-то Украл Его опять поймали Он вышел И опять украл Ну обычно Нормальная Юриспруденция Имея в распоряжении Суды И доказательную базу Они говорят Вот так и так Это много раз Украл Больше не верим И сажают А что происходит У нас в храмах Приходи Мы тебе еще отпустим Мы еще отпустим Ты набрал опять Новый грехов Приходи Приходи Давай И люди знают Да я всегда пойду туда Ну в крайнем случае Денежку даже заплачу И меня простят И простят И простят Это страшно Развратный вариант Страшно Потому что я всегда знаю Что есть некто Который смоет С меня все Дмитрий Николаевич Еще вопрос Вот здесь В вашем фильме Идет в основном Все искупление За прошлое А как может выглядеть Проверка на будущее Вот идет счастье Достоин ты его или нет И тебя проверяют Ну разговор о счастье Я не начинал даже Почему Потому что Если вы хотите Определить Что такое счастье Я думаю вам Часа не хватит Я стараюсь Классикам сюда Обращаться И Пушкин сказал Нет счастья на земле Но есть покой И воля Вот надо хотя бы Покой приобрести И волю накопить И тогда вы поймете Что это в какой степени Уже счастье Потому что у вас есть Чем сражаться И вы нашли тот покой Который не позволяет Тьме одолевать вас Но тьма-то тоже от Бога Там же в первой странице Тьма не от Бога Тьма от людей Не надо путать понятия Зло творят люди Под воздействием Скажем Люциферного начала Который из источников жизни Бог никогда не творил Незвание тьмы Вы уже напрасны Ну как В первой странице Сотраял свет И тьму Давайте мы лектора послушаем Ну Кому как нравится Если вы так считаете Это ваше право Значит у нас тогда Нигде на Божие Если кто-то сильнее Бога И тьма сильнее чем он Давайте не будем спорить На эту тьму Я не вспомню Я просто спрашиваю Вы завтра Закончим съемку И можем говорить Хоть до вечера Потому что это никому не нужно В эфире Понимаете Вся эти споры Все У вас свое мнение А есть у меня мнение Нет Я вам уже сказал Вы говорите Нет не так Ну так ваше мнение Пусть остается ваше А мое мнение Остается мое Сама жизнь человека Всегда говорит Кто прав Говорит Попробуйте Поживите Поживите Многие тоже обвиняли А с чего вы это взяли С того взяли Что я прожил Двадцать лет Уже в этом ключе Я не хочу Больше уходить Никогда Хотите Идите этой дорогой Не хотите Находите в вашей дороге Пожалуйста Верьте во что хотите Это ваше право Я продолжаю Закон выбора Поэтому я совершенно Спокойен к вашему выбору Ибо ваша судьба В ваших руках Пожалуйста Что еще Поживите Их просто перемолят Или они действительно Где-то будут проходить Ничего там Души никакие Перемалывать не будут Я уже говорил Что дух вечный Просто Если он не хочет Добровольно Через смирение Искупать свои грехи Значит это будет Насильно делать свет Когда Начнется процесс Тогда на людей Обрушится Последствия Они уже никуда От них не денутся В этом и есть суд Когда люди страдают Скажем Мало сейчас На Украине происходит Как люди страдают Это суд идет Ну да А дальше будет еще хуже И более повсеместно А сам дух Он вечный единиц Он просто Болезнь Она очень сотрется Все как вот Скажем Одно дело Рана у вас Бинт Присох Да Вы сильно повредили Там рана какая-то Кровь запеклась Все Одно дело Постепенно Поливая Теплой водой Развиваясь Или кто-то Вот так возьмется Вас в Иргерске Сорвет все Разница большая Поэтому Каждый человек И через страдание Чистится Так Те, которые Не выявили И через страдание Чистится душа Все-таки Вет к Богу Ну естественно Только Но принужденно И у них страдание Ведь люди и так страдают Даже неверующие Дело в том Что страдания Бывают полезные Когда человек это лечит И из-за страдания Он начинает искать Путь находит и идет И страдание Тогда при понимании Сути смирения И скупает его прошлое А другие люди страдают И злобятся И все у них виноваты Вокруг и так далее И так далее Одно только обвинение Что они такие сякие Вот это уныние Кошмар такой Это же обвинение Господу Богу Господи Зачем ты такой мир Не провели Построил Не понимая Не понимая Что сам человек Роет себе Постоянно Эти ямы В будущем А обвинения Куда идут В основном Господу Богу Бог плохой мир создал А на самом деле Мир идеальный Читать книги на немецком Или на русском Вы на каком читали? Я на русском читал Причем читал перевод старый Когда мне в 95 году попался Мне перевод хороший попался Сейчас переводы стали хуже Но все равно они понятны А разница есть На русском читать Или на немецком Я на немецком не читал Но по-моему Вот Настя Вы читали Да Разница большая Мне кажется И лучше Вы понимали Мне кажется Какое-то более насыщенное Что это происходит На каком На немецком На немецком Первый источник Понимаете Астр немец И когда он писал На немецком Никогда Другой язык Не передаст Все нюансы Которые на родном языке Кто-то писал Возьмите Возьмите Скажем Анну Каренину Или там Какие-то стихи Скажем Попробуйте Переведите на английский Или на какой Вы теряете Я когда У меня школьный товарищ Был в школе У него папа Знал немецкий В совершенстве Он Гёте читал Я не все понимал Что мы немецкий Тоже учили Но от его экспрессии Он чувствовал Он так это говорил Голова горели И я это чувствовал Как здорово Прямо мороз по коже Вот что такое Первый источник Наш язык образ Как мне кажется Русский Не ближе Образ Нет Но на русском Я взял на русском Я все понял Я говорю Если человек Не хочет Он ни на каком языке Не поймет А если он хочет Он в имя китайском Поймет Так что Пожалуйста Что еще Да Может душа Попасть Ну вот В существенной мере Если она уже умерла Или Только надо Расплотиться Чтобы туда попасть Здесь надо определить Что дух и душа Это немножко разные вещи Дух Это вот как раз Сознанное Богом Существо Понятие Человек А вот когда он идет На воплощение Первые оболочки Это что Существенные Потом эфирные Вот дух В нескольких Тонких оболочках Есть душа А когда он уже Приходит В тело Тогда он имеет Полный человек Воплощенный Но основа его Дух А тело Это лишь инструмент Я еще раз Вернусь Зачем нам Нужна А земля Если мы не обожите А вот зачем Помните Бессознательное Мы слабенькие Но чтобы стать Сильными Вот такими Из святочков Превратиться в солнце Нужно пройти Полигон Испытание Школа Школа жизни И если это существо Не может Потому что у него Потенциал слабый Это инертное Ленивое существо Не лень Не потому что Это наши качества Ленивые Просто Потенциал слабый Как Чтобы разжечь его Каким образом Помните Необходимость Мать движения Что заставляет Человека Работать Кушать хочется Голодно Одеться хочется Хочется в хорошей квартире жить Ну и так далее Необходимость Детей комить надо Вот Поэтому Это существо Было направлено Оболочки Оболочки В конце концов И астральная оболочка И телесная оболочка Вот это Существо Воплощение Духа Ведь Этому Духу Не нужна Ни вода Ни еда Ничего Не спать Даже не надо Все Но для того Чтобы разогнать Эту лень Соединились С телом Тело надо Кормить Поить И так далее Тело Заставил Дух работать А чтобы Тело Тут не ленилось Наделило Сигнальной Систему Боль Больно Если тебя Жрет тигр И лезть От холода Умираешь Больно А кушать Хочется Тоже плохо И приходится Двигаться Наделены Этими Синцами Самосохранения Чтобы нам Не все равно Было Сидят Нас Или не сидят Тоже Дана Система И человек Пошел И он бы Вырвался Отсюда Если бы Не попал В так называемое Грехопадение Потому что Совершая грехи Человек Ставит себе Препятствия Грех У него Он должен Искупиться Еще грех А как Искуплять Искупать Вернее Значит Надо Обладать Пониманием Смирения Это единственный способ Скупить грех А поскольку Люди В смирении Не живут А им говорят Что мы Вам все Отпускаем Грехи Только в одностороннем Порядке Накапливаются 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 И что получается У нас Непроходимый Частокол Из наших грехов Мы завязали И силы Собственной Не хватает Поэтому И понадобилось Крещение И для того Чтобы прорваться И выбраться Вот как на круги Выйти И замкнуть Круг цивилизации Выйти сюда И когда уже Оболочки нам Не нужны будут Но для этого Что надо Закончить этот урок Надо научить тело Быть красивым И здоровым Вот поэтому Искупить надо Старое Нового не делать И тогда Школу Мы вот этот класс Материальный Закончили Тогда нас Отпускают отсюда Мы не можем Вот эту нижнюю Мертвую точку Пройти Не закончив Нас не выпустят Отсюда Поэтому И Библия говорит После того Как суд над вами Закончится Блажен тот Кто воскреснет К новому бытию Тех кто останутся И еще тысячелетие Царство на земле Это не рай И никто тут Не будет лениться Там в гамаке И так далее Это будет прямое Правление воли Божьей Очень четко И строго И попробуй здесь Что-нибудь сделать У тебя карма будет Не отходя от кассы И там не через какие-то Два цвета Вот А люди думают О, царство Божье Все, можно Ничего не делать Можно там И не работать Рай И все Ничего подобного Это будет Колодная строгая режима Пока ты не можешь Быть человеком И вот это Только единственный способ Чтобы Вы сами понимаете Иногда у родителей Не хватает Мудрости Воспитать ребенка Жалеют Прощают ему Вот ее шалость И в конце концов Он становится Бедой для соседей И так далее И так далее И для людей А поэтому Когда он попадает В армию Из него Старшина Если хороший Там быстро Сделает Человек Снош Такой Товарищ Весь развинченный Послужил Два-три года И возвращается Нормальным Хорошим парнем Воспитанным Сдержанным Сильным Армия Многих лечит Ну Тут примерно Может быть Это не совсем Правильное сравнение Но где-то так Раз мы не можем В свободе выбора Жить У нас отнимается Свобода выбора И это есть в обдушине Он говорит Вы же Вам доверено было Вот эта территория Для того Что сюда красоту несли А вы что сделали Из земли Это Это мир Бога И никто Вам не позволит Тут вот так Миллионы лет Что вы творите Поэтому раз вас Когда-то посещали Пророки И вы их всех отвергли Значит с вами Только один диалог Выгнать отсюда Все что мешает Земле расцветать Это нормально И справедливо Это не наш мир Это мир Бога И законы его Они наши Поэтому когда человек Вырвется отсюда Да Сначала он Уйдет из Телесной оболочки Потом покинет Астральную оболочку Потом сущность И в конце концов Выйдет сюда Достойным Как бы небожителем То что Вот этот Мир Сознательного Духовного В Библии Называется рай Изгнание Из рай Нас никто тут не изгонял Мы сами оттуда ушли Пожелание Стать людьми Но из солдата Никогда не будет генерала Пока он не пройдет Всю эту кухню Не научится быть Это мудрость Это работа с людьми Это знание военного дела И многое что другое И далеко не каждый Становится генералом Даже всего хочет Поэтому у человека Всегда вот есть Свобода выбора И в свободе выбора Заложена ответственность И если у нас Не было свободы выбора И в эзотерике Это часто бывает Что обвиняет Господа Бога Опять та же самая Блаватская Что Бог сотворил Бракованного человека Он брак Все такое сделал Что смотрите Что люди творят Бог наделил нас Свободой выбора Вот мы как линза Получаем от Бога Нейтральную энергию Жизнь И можем потратить ее На откляксу А можем на доброе дело Вот это влечет за собой Сторицы добро А это влечет за собой Сторицы зло И поэтому Бог говорит Живите как хотите Выбор ваш Но если вы будете Постоянно это делать Вам будет конец Иисус говорил Скоро будет это Вы слишком долго Живете неправильно Поэтому Исходя из этого Можно сказать Где же наша мудрость Жить вот так Я когда это понял Я сказал Если я грешил И сейчас вот Меня вот так вот В нескольких моментах Судьба очень больно делает Получается Что если я сейчас Не прощу Даже уже понимая все Что происходит Тогда Вот это Заворачивается И переносится Будущее Еще большей бедой Ты как бы В первом чтении Не принял Получил Во втором чтении Более серьезный вариант Не принял здесь Получишь Вот это Не принял здесь Получишь Конец Мы живем так сейчас С каждым годом Нарастает зло Потому что Мы его сами творим А когда приходит ответ Мы его не принимаем Бог говорит Ну что ж Попробую на этом уровне Убедить вас Нет Попробую на этом уровне Говорю Лучше на уровне вишенки Принять Чем на уровне арбуза Или тыквы Возьмем тыквы Когда у меня тыква упадет Она меня убьет Ну яблоко еще Приму по голове А дальше все Арбуз мне голову расколет Зачем мне До живой До этого И как видите Не сразу Нам дают возможность Сначала на небольших Событиях Понять все Ну что Достаточно Может быть На сегодня Мы устали Да Хорошо Достаточно 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 Я вам все скажу Когда вы Если кто из вас Сможет начать Когда вы начнете И у вас будет получаться Может быть Через какое-то время Вы тогда скажете Получилось Вот тогда это будет нормально А сейчас подождите пока Вы знаете Сколько вот аудиторий Прошли через меня За 20 лет И очень многие люди Такие глаза сияли Все Проходит период Что происходит Свет вам дается И вам хорошо От этого и радостно И вроде такой импульс Ветти Уезжаю из города Откуда-нибудь Проходит месяц Приезжаю Уже половина Из тех кто хотели Им это не надо Они уже остыли Это как У них постоянно Как чайник Надо подогревать На плите Они уже остыли Им опять надо Вот это говорить И говорить И вот так Я ротацию По многим городам Ездил Ездил У меня просто Машина и роль Это мой дом был И я говорю Вот я устаю Разговоры Все Потому что Каждое Вот это действие Это сражение С тьмой За вашими головами Ваши бесы Пока не побежденные Они мне давят А я их отбрасываю Я хочу Чтобы вы поняли Я отбрасываю их И поэтому Это постоянно сражение Любая лекция Это сражение На потустороннем уровне Четко И естественно Что Малейший страх Или малейшее раздражение На кого-то У меня мгновенно Брешь В моем скафандре Мне становится плохо Вот сначала нужно Не раздражаться Обижаться Не бояться И потом Твой скафандр Не приступен И тогда можно читать На большей аудитории Мне это происходило Обвиняли Там кто-то Незадних рядов К апостолу Павлу Ругай Ты сам кто такой Я верю К апостолу Павлу Верь Пожалуйста Верь И живи С апостолом Павлом Пожалуйста А я живу С тем Кто мне нравится Есть священники Которые мне говорили Посмотрите Это же сатана Он посмотрите Что говорит Он против церкви И людям Батюшка Вы что Я говорю Пусть он покричит Ну хочется Чего Мне это совершенно Не раздражает И вот он там Уходите Тут вертеп Тут Ну люди смотрят на него Ну наконец-то Покричался Он там Плеваться начинает Батюшка Ну вы все сказали Все Я говорю Давайте так Вы меня обвинили Что я там сатана Или его там Какой-то Последователь Конкретно Вот я читал лекцию Покажите В каком пункте Я был сатаной А кто такой Что на ты Против церкви Конкретно скажите Не уходите Вот конкретно в ответ Я же говорю Вашу работу делаю Говорю Это ваша работа Если бы за всю свою историю Хотя половину того сделали Было бы здорово Ну бы всем нам будет Батя-батя И он ничего не может сказать Он переходит на личности Или если человек Не имеет козырей Не имеет Аргументов Он переходит Кто ты такой Это в лагуке Почему ты так делал Я говорю Я человек И христианство Но в том числе И для меня дано Потому что оно дано Абсолютно для всех людей В равной степени Я его взял от Христа А не от кого бы то не был А от нас Очень тяжелая энергия Да нет Потяните Ничего Ну что Пока все Спасибо Спасибо Благодарю 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 Субтитры создавал DimaTorzok